Сегодня будет лекция седьмая по системному программированию. Посмотрим про interprocess communication, способы взаимодействия между разными процессами на одной машине. В прошлый раз мы смотрели потоки, как взаимодействуют потоки друг с другом, сегодня будем смотреть процессы. Какие способы и в основном лекция будет такая практическая, будет очень много примеров, мало теории. И будет всего один вопрос, за который можно баллы получить, не смог больше их придумать. Напоминаю про дедлайны, по планировщику карантин он уже прошел минус 10, пошел тоже уже прошел минус 10, то есть максимум 5 можно получить за базу. В файловой системе уже в четверг будет дедлайн, начнет копиться штраф. На прошлой лекции мы смотрели потоки, в основном опишку потоков, как их можно реализовать. Мы реализовывали их через фьютиксы, через спинлоки, смотрели там, как на уровне процессора можно блокировать, ну атомарно всякие операции выполнять, как это в компиляторах поддерживается. И мы узнали, что у потоков есть такое преимущество, что они делят адресное пространство друг с другом, потоки одного процесса. Они делят секцию стека, секцию кучи и вообще видят все адреса друг друга. И за счет этого, когда мы расправиливаем задачу на потоки, а не на процессы, то у нас нет оверхеда на переключение контекстов, когда у нас на процессор, на ядро процессора встает один поток, а потом другой поток. Там не приходится translation-lock side buffer переключать. Виртуальные адреса транслируются без потерь. Один из основных выигрышей использования потоков вместо процессов. И бывает так, что потоки мы использовать не можем. Например, у нас ядро, не знаю, однопоточное, оно не поддерживает многопоточность. И когда-то так и было, и все равно ведь как-то справлялись, расправиливали задачи. Дело в том, что есть такие способы взаимодействия между процессами, а не между потоками. Мы смотрели, пошел раз, что там есть определенные сложности, что нужно из адресного пространства одного процесса, скопировать что-то в адресное пространство другого, обмениваться какими-то сообщениями. Это все достаточно нетривиально. И тем не менее мы знаем уже два способа, которыми это можно делать, которые мы смотрели на прошлых лекциях. Это pipe и map разделяемая память. Пайп это однонаправленный канал, который можно создать, потом сделать форк. И у нас родители, дочерний процесс будут связаны каналом. Можно будет в него писать, например, родителю, а потомок будет читать или наоборот. Это однонаправленный канал, короче. Если мы хотим двунаправленный, мы делаем два pipe и все. И мы еще смотрели разделяемую память. Это мы делаем mmap, то есть в наше адресное пространство поднимаем какой-то сегмент памяти. Может анонимный, может из файла. И ставим у нее flagshared. И разные процессы, если они форкались друг от друга, если они в прямом растое находятся, они эту память могут видеть, менять и будут видеть изменения друг друга. То есть там copy-on-write не будет работать. Но мы до сих пор не говорили об этом в контексте как способы распараллеливания задач. То есть это был просто способ передавать какие-то параметры или как вот в терминале строить pipe с вертикальной чертой. Из одной команды output перенаправлять в input другой. Но это можно использовать для того, чтобы распараллеливать задачи. Пайк можно использовать следующим образом. Я тут написал небольшой пример, который делает сортировку слияниями, начальный этап сортировки слияниями. То есть он поднимает файлы, сортирует их по одному и потом в общий массив копирует уже в не отсортированном виде. Над ним уже можно там какой-нибудь merge short звать. Это уже там не параллелится, поэтому неинтересно. Вот. И у нас есть описание сортировки каждого файла, который я назвал structworker. Там в массив сохраняются числа и просто сортируются. Сортируются обычным кусортом. Сначала функция, которая сортирует один файл, она читает из этого файла числа. Читает из этого файла числа и обычным кусортом их сортирует, закрывает файлы и сохраняет результаты. Все. Здесь пока никакой параллельности нет, это как если мы делали с одним процессом. И вот главная функция, которая все это делает, она создает воркеров на каждый файл. Каждый файл по отдельности сортирует, потом их объединяет в один общий массив и потом измеряем время и смотрим, что получилось. Вот у меня был один процесс, я сортировал 4 файла, каждый по 20 миллионов чисел и у меня ушло на это три с половиной секунды. Что будет теперь, если я возьму и распараллелью это? Я немножко модифицировал программу, я воркера добавил pipe. Ну pipe это типа два файловых дескриптора, говорит, для тех, кто не был. Вот они связаны и они выглядят вот так, просто два файловых дескриптора. Массив из двух дескрипторов. И когда функция сортировки сортирует, она, во-первых, закрывает ненужный канал. То есть, когда мы делаем форк, у нас получается, что и родитель может писать, читать этот канал, и ребенок может писать, читать. Чтобы сделать канал по-настоящему направленным, мы закрываем ненужные дескрипторы. Напоминаю, что из дескриптора 0, из этого массива, который pipe возвращает, мы читаем. У меня вот воркер не будет ничего читать, он будет только писать, и родители это будет читать. Поэтому неиспользуемый pipe у меня воркер закрывает. Понятно пока все, да? И он дальше сортирует все точно так же, как в случае последовательного, только он сохраняет это не воркер, потому что воркер это, ну это два разных процесса, он не может это просто воркер и рейс сохранить. Это не будет видно в родителе. Поэтому он родителю по первому файловому дескриптору, а не по нулевому, уже отправляет сначала количество чисел, которые он в этом файле нашел, а потом сами числа, весь массив уже отсортированный. А родители тем временем он слушает на своем fd0, и то, что мы здесь в fd1 запишем, родителю в fd0 вернется. Вот мы отправили эти данные, и теперь смотрим на главную функцию. Процесс создает уже процессы, дочерние процессы, они просто все последовательно сортируют. На каждый файл делает fork, и в этом форке потомок он сортирует все и отправляет результат родителю. Родитель тем временем закрывает ненужный файловый дескриптор, потому что он писать в потомка не будет, он будет только читать. И после этого он в цикле из каждого потомка забирает его результат. Он читает из его pipe, из fd0 сначала размер, как мы и договорились, что потомок сначала пишет количество чисел, а потом числа. Родитель вычитывает количество чисел, потом сами числа. Количество числа передаю в начале, чтобы у меня была возможность молок сделать, чтобы туда все поместилось. Вот. Он все это вычитывает и делает wait, чтобы потомок завершился. Напоминаю, что если wait не сделать, там будет зомби процесс, и он будет занимать как бы место в ядре. Нам это не нужно, поэтому делаем wait. Дальше он все это объединяет в один общий массив, как и в последовательном случае, замеряет время. И я очень хочу обратить внимание на то, что я когда читал из pipe, вот здесь вот, я не просто ридом обычным читал, я написал функцию readfrompipe. Есть у кого идея, зачем я написал такую функцию? Почему я не могу просто рид сделать и все? Почему я делаю это в цикле в несколько попыток? Ну, короче, когда мы откуда-либо читаем, неважно, это pipe, socket, это файл, у нас всегда есть вероятность, что у нас прочитается меньше байта, чем мы запросили. Оно может прочитаться меньше, потому что системный вызов, вот этот рид, его может прервать сигнал, или у нас может в данных там просто реально оказаться меньше на тот момент, когда мы читали. Или, не знаю, какая-то ошибка может вернуться. В общем, разные способы есть прервать этот системный вызов до того, как он завершится до конца. И я вот, когда написал этот пример, словил на маке такой баг, что у меня вот эти массивы 20 миллионов, да, они занимают какое-то сумасшедшее количество байт, умножим это на 4, вот получим сколько, 80 миллионов байт. Это 80 мегабайт практически. Оно за один рид на маке у меня не читалось. У меня каждый рид на маке возвращал максимум 65536 байт, и поэтому мне пришлось в цикле их последовательно вычитывать. При этом write у меня работал нормально, на Linux тоже все работало нормально за один рид. Ну, короче, вот мне пришлось написать такой функции, которая вычитывает чанками. Ее можно использовать не только для пайпов, для чего угодно, для сокетов, например. Это вообще по-другому не бывает из сокетов. Мы всегда читаем из сети, когда кусками. У нас нет гарантии, что все за раз прочитается. Вот поэтому большие объемы данных читаем кусками. Понятно, да, что у меня получилось? Я сделал на каждый файл по процессу теперь, каждый из которых параллельно его отсортировал. И у меня получилось, что ускорение в полтора раза. Я параллельность увеличил в четыре раза, а ускорение только в полтора. Не очень впечатляет. Наверное, там, во-первых, потому что нам приходится копировать из этого пайпа из одного адресного пространства в другое. Во-вторых, потому что мы еще потом в общий массив все объединяем. Тоже какие-то накладные расходы, которые не параллелятся. Вот эта вот последняя стадия, она уже только главным процессом делается. Но, тем не менее, ускорение, оно как бы заметно, оно не призрачное. Это был способ ускорить пайпом. Я напоминаю, что мы еще сдаем с вами прайм-мап с флагом шарит. И через него тоже можно реализовать что-то наподобие своего собственного пайпа. Каждый раз, когда оно что-то делится между процессами, мы всегда через этот канал можем что-то передать. Это пайп или это разделяемая память, или как мильдаун, там, не знаю, время доступа к кэша, ему уже хватило, чтобы все ядро прочитать. И вот я... Ну, главная сложность передачи данных через разделяемую память в синхронизации доступа к этой разделяемой памяти. У нас два процесса, делят память. Если они одновременно начнут что-то туда читать, писать, то у нас может получиться так, что прочитаются какие-то данные не до конца записанные. Или читатель просто быстрее будет читать, он всю память прочтет, подумает, что он все прочитал, а писатель еще не закончил писать. Поэтому нужно как-то синхронизировать это. Я сделал здесь довольно примитивно. У меня фиксированные размеры в этой памяти 65536. У меня от балды вот такой выбрал, можно любой взять. Вот. И я сделал синхронизацию через два специальных байтика, которые я вначале этой памяти интерпретирую особым образом. У меня первый байт служит флагом того, что эту память можно читать. Второй байт... Да, первый байт того, что можно читать. Второй байт того, что в нее можно писать. Изначально у меня память пустая, поэтому она инициализируется как только такая, в которой можно писать. Посмотрим сейчас, как я использую эти штуки. У меня есть такая функция запись в шарит мем, то есть как будто бы как write в pipe, только у меня write в шарит мем такой. Она принимает память, что писать и сколько писать. И вот я эти флажки достаю из readable, из writeable. И прежде чем писать, я проверяю, могу ли я в нее писать. Мне читатель уже разрешил в нее писать или нет. Как только мне читатель это разрешает, я начинаю в нее писать, записываю все, что влезает. А мне может за раз все не влезть. Как мы помним, у меня там 80 мегабайт чисел, а память всего 65 килобайт. Поэтому у меня за раз все не влезет, поэтому у меня здесь такой цикл большой. В общем, пишем сколько влезает за один раз и говорим, что я писать закончил, писать больше сюда нельзя. Но зато теперь этот кусок можно прочитать. И если мы уже все записали, то выходим, а если нет, то вернемся обратно и будем заново продолжать писать. Как теперь этот читатель выглядит? У него тоже самое, те же флажки. Только он ждет, пока писатель уйдет из памяти, а не читает. Ну короче, поменялись местами флажки, получается. И он когда читает, он выставляет обратно из writeable. Этот обратно выставленный из writeable стригерит вот этот цикл, он опять запишет. То есть они по очереди будут писать, читать, писать, читать. И постепенно передадут все эти 80 мегабайт кусочками. Довольно примитивный способ, там можно было, наверное, как-то поумнее сделать, но зато так очень просто получилось. Понятно, да, чтобы сделал? Точно понятно. Вот. Ну и то же самое, если за раз могло все не прочитаться, поэтому ждем, пока все, пока еще запишут, в общем. И теперь вот как будет выглядеть у меня функция, которая сортирует начало точно такое же, все, как обычно, читаем, сортируем. И пишем уже в шарит мем. Сначала опять пишем количество сисел, опять пишем сами числа. Выглядит почти как pipe. В главной функции тоже не сильно что поменялось. Только мы pipe поменяли на map. Вот я сделал map анонимный. Я файловый дескриптор минус один передал. Передал, что эту память можно читать, писать, и что она разделяется. Вот. А mmsize это вот то, что у меня вверху было, 65 клабайт. И я инициализировал флажки, что покопание пустая, в нее можно писать, но читать там пока нечего. Ну вот я здесь зафоркал этих потомков, которые все сортируют, точно так же обратно все читаю. Смерживаю, замираю время. Ну и по времени у меня получилось почти один в один, как pipe. Можно сказать, что я в итоге свой pipe и запилил. В итоге понятно, да, как можно через pipe, через map расправиливать задачи. Но есть... А, вот еще вопрос. Единственный за всю лекцию у нас будет, которым можно баллы заработать. Я ожидаю, что Рома точно на него сможет ответить. Может, вы тоже сможете. Флажки, которые я объявлял вот эти вот по врать. Тушарит мем, рит. Тушарит мем, я их зачем-то объявил, волотайл. Почему их лучше не объявлять, не волотайл? Почему эту штуку лучше не выкидывать? Ну да, то есть у нас компилятор, если мы вот возьмем и эту волотайл выкинем, компилятор на эту функцию возьмет, посмотрит. Вот компилятор смотрит на эту переменную из readable. Он смотришь, что здесь из readable сетается в ноль, да, и на основании этого он может вместо того, чтобы вот здесь вот читать из readable, он может переменную закешировать во временную переменную. Он будет не прям звездочка из readable здесь сделает, он возьмет, напишет tmp равно звездочка из readable, здесь while true просто подставит и все. То есть он выкинет переменную, соптимизирует ее. Компилятор не в курсе про то, что у меня эту переменную может другой процесс поменять, потому что она указывает на разделяемую память. То есть он смотрит на эту функцию и он не в курсе про то, что вот некоторые переменные этой функции могут меняться извне. Понятно? Да, мы не можем взять и сказать компилятору не оптимизирую вообще ничего, потому что тогда программа будет дико тормозить. Поэтому мы говорим, что конкретные переменные у нас такие особенные, вот их лучше не трогать, их лучше всегда читать из памяти, никуда не кэшировать. Потому что другой процесс может ее поменять, а компилятор может за это быть не в курсе. У нас на прошлой лекции был пример, что если переменную volatile не объявить, компилятору просто вообще выкидывает. Он просто вместо нее везде true подставлял и у нас зависал процесс. То есть мы пишем там типа у нас было два потока. Смотрели предыдущую лекцию, нет? Ну вот короче было у нас два потока и в одном потоке переменная была объявлена как const булл там равно true. И у нас был цикл в первом потоке, который делал while not, это переменная, мы что-то там делаем. И другой поток ее по указателю менял, несмотря на то, что она const, в другой функции. Мы ее в volatile не объявили, и вот компилятор в первой функции просто увидел, что она const, она true, и мы ее в цикле где-то используем. Он ее просто заинлайнил и сделал while true навсегда. Мы потом из другого потока эту переменную меняем, а в первом потоке это не видно, и он зависает навсегда. Поэтому когда мы работаем с аппаратурой или мы делаем какие-то сложные переменные, которые шарятся между потоками, между процессами, к указателю, и они для нас как-то критично важны, например, это вот наши локи, вот эти флажки, их надо объявлять в volatile. И всякие mutex, и spinlock, и condition variable, они тоже внутри себя все хранят volatile, потому что они очень активно шарятся между потоками. Понятно, да? Это все были анонимные способы. Анонимные способы разделять какие-то данные, разделять канал передачи или разделяемую память. И передать такие разделяемые ресурсы можно только по наследству, как бы. То есть только так, что вот родитель создает этот pipe или mmap, и его потомки будут его видеть. Передать этот pipe или mmap кому-то, кто не является его прямым родственником, он не может. Для этого нужно fork сделать. Если мы этот файловый дескриптор, тупо, не знаю, какой-то файл запишем, другой его прочитает, то он в другом процессе смысла не будет иметь. Поэтому pipe и mmap, они работают только для прямых потомков. А что, если мы хотим иметь разделяемые ресурсы между непрямыми потомками, которые отфоркались совершенно от разных каких-то процессов? Понятно, что вначале все идут от init, от launchd на маке, init на линуксе и launchd на маке. В какой-то момент эти деревья расходятся, а мы все равно хотим их как-то объединить. Например, разные инстанции одного какого-то приложения, которое хочет как-то свои действия координировать, и юзер их не запускал через fork, он просто в консоль у себя писал. У него не было так, что одно приложение fork и это свои экземпляры несколько раз. Он запустил несколько независимых приложений и хочет как-то, чтобы они общались. Для этого есть именованные EPC-объекты. Первый, который мы посмотрим, это FIFO. Его еще называют именованным пайпом. Но, в общем-то, он реально работает почти как пайп, только он именованный. И из него можно читать, писать сразу многими процессами. В случае пайпа у нас только два таких канальчика есть, и мы обычно их так режем, что он соединяет только строго два процесса. В случае FIFO можно атомарно объединять сразу много процессов. Они в этот FIFO что-то пишут, другой процесс-то может прочитать, чтобы записать, это третий процесс прочитает. Короче, можно объединять так довольно много разных процессов. И, наверное, проще будет на примере показать, как это выглядит. Вот так создается FIFO. Для этого есть функция mk.fifo. Сишная, она принимает путь к файлу, который надо будет создать, и который будет FIFO. То есть FIFO-объект — это реально файл в файловой системе, только он такого особенного типа, что он ничего не хранит на диске, он только все в памяти хранит. И когда мы туда что-то пишем, это может другой процесс прочитать без чтения диска. И выглядит это как файлик обычный. Можем его прям посмотреть LSM там в терминале. И мы его даже создаем как файл, тоже у него можно свои права там задать на чтение, на запись, какие юзеры могут его читать, писать. И вот у меня есть пример, который делает сервер и делает клиент. Я хочу, чтобы у меня сервер что-то читал, чтобы у меня был сервер. И когда клиенты появляются, они вот от FIFO пишут свой PID, а сервер эти PID вычитывает и просто печатает. После того, как файл создан от FIFO, его можно открывать как обычный файл и писать в него как в обычный файл, и читать из него как из обычного файла. То есть у него прям файловый дескриптор есть, и можно с ним работать там ридами, райтами, даже клоус на него делать, анлинк, если мы хотим его удалить. Получается такой memory файл. Вот. И здесь у меня клиенты пишут свои PID в этот FIFO, и в серверах вычитывает и просто печатает. Он с ними ничего не делает. То есть мы хотели сделать пример посложней. Он мог бы им какие-нибудь сигналы этим PID посылать или в ответку им посылать, не знаю, специально созданный FIFO для того, чтобы с конкретным клиентом общаться они со всеми сразу. Ну вот в таком примере суррогатным он просто печатает эти PID, и все. Клиент то же самое делает. Он предполагает, что FIFO уже создан, поэтому он просто его открывает, пишет туда свой PID и завершается. Понятно, да? И вот как это выглядит, если это запустить. Я компилирую сервер, компилирую клиента и запускаю сервер. В сервере у меня висит, ничего не происходит. Потом запускаю клиента, и клиент сразу туда свой PID пишет. И на сервере это появляется. Он-то вычитал, распечатал, и опять пытается читать. Там пока ничего нет. Я еще одного клиента запускаю. И он опять печатает. И еще одного. Ну и на этом я заканчиваю уже этот сервер. Выключаю вот и хочу посмотреть, как у меня FIFO выглядит. И вот я в терминале его могу LSC посмотреть, как обычный файл. Я его создавал в папке TMP FIFO. TMP с именем FIFO сервер, и вот он у меня есть. То есть даже после того, как я кельнул в сервер, у меня FIFO еще жив. Это такая особенность практически всех EPC именованных, что когда процесс их создает, после смерти создателя они все еще живы. В них можно снова приконнекчиваться, снова сервера могу стартануть, он FIFO опять откроет, и опять будет из него читать. В отличие от пайпов и от мапов, которые удаляются, когда их уже перестает кто-либо использовать. Я могу даже использовать этот FIFO чужим процессом. Я могу прям из терминала этот FIFO писать. Это будет выглядеть так. Я делаю эхо обычное в этот FIFO и блокируюсь. Особенность FIFO такова, что когда мы туда что-то пишем, у нас запись заблокируется, пока не появится читатель хотя бы один. Вот я сюда пытаюсь писать прямо из терминала, не из какого-то там FIFO сервера или из клиента. Хочу туда строку 1, 2, 3 записать. У меня читателей нету, и у меня зависает все. Я в другом окне читаю FIFO, и у меня сразу появляется 1, 2, 3, сервер это отвисает. То есть как только появился читатель команда CAD, этот 1, 2, 3 туда передался, и все, и все успешно, типа. Понятно, да? А что с FIFO это какой-то особый процесс? Нет, это особый тип файла, можно считать. Он в файловой системе появляется, но он не хранит ничего на диске, он в ядре хранит свою память. Когда мы из него читаем, нам ядро отдает то, что уже записано. Когда пишем, ядро это сохраняет. Но особенность FIFO такова, что туда нельзя ничего писать, пока одновременно кто-то не попытается прочитать. Поэтому у меня тут сервер завис, пока читатель не появился. Да, то есть если... То есть как файл просто такой, и он считается как... Да, но first-in-first-down, значит, если я сделаю несколько эхо, то они прочитаются в том же порядке, в котором я записал. Если все нравится, то там что-то решение. Там есть какое-то количество байт, которое можно атомарно туда записать, если написать слишком много, тогда может получиться так, что другой процесс нас прервет и тоже туда что-то запишет. Короче, такая штука ограниченного пользования, в основном она в терминале и в Зайце. Я не знаю, ни одного примера, где она бы использовалась в каких-то программах, а в терминале бывает удобно какие-то сложные команды писать на баше с этими фифошками. Вот. И есть еще группа целая других IPC, которые находятся под стандартом X-Open System Interfaces, и они обычно называются XSA и IPC. Их всего три. Это тоже все три именованные. Они отличаются от FIFO тем, что они в одном этом стандарте объединены, а FIFO под другим стандартом. Это очередь сообщений, семафоры и разделяемая память. Вот. И выглядят они, в общем-то, вот так. У них достаточно похожий интерфейс, но только именование. У них немного странное именование. Как мы помним, у FIFO было имя файла. А вот у этих именование по каким-то KT, каким-то ключикам непонятным. Которые непонятно, как создавать. Но, короче, суть в том, что в ядре это эти ключики... Мы можем эти ключики у себя создавать. Сейчас я покажу, как. И в ядре каждому ключику соответствует какой-то объект этого IPC. Каждому уникальному ключу. То есть можно представить, что в ядре такой гигантский std-map, где ключ это KT, а value это либо очередь сообщений, либо какой-то семафор, либо разделяемая память. Вот. И как нам... Ну, чтобы нам создать что-либо из этого, надо сначала сгенерировать ключ, по которому мы это создадим или найдем уже существующий. Это делается при помощи функции fTalk. Это такая библиотечная функция, которая генерирует этот KT. Это обычно просто число. Она генерирует KT от пути к файлу какому-то существующему и еще произвольного числа. И файл, который мы здесь указываем, он должен существовать. И fTalk, это получается такая хэш-функция, которая принимает строку, число и возвращает еще одно число. Понятно, да? И в реализации... Вот я нашел у нее одну из таких реализаций. На самом деле, нельзя взять, она такая везде. А вот есть такая вариация. Но она объясняет, зачем нам нужно, чтобы этот файл существовал. Почему нельзя просто хэш от строки посчитать. Дело в том, что fTalk считает хэш не совсем от строки, от пути к файлу, а от... от... от атрибутов файловой системы этого файла. То есть он находит этот файл функции stat. Если он его не находит, он ошибку вернет. Поэтому надо обязательно, чтобы файл существовал. Когда он его находит, он берет хэш от иноды, от номера иноды этого файла, от номера устройства этого файла и от числа, которые мы сюда передали. Просто он их объединяет в несколько байтов. Четыре байта здесь получается. Вот. Может быть не очевидно, зачем нужно вот это число, почему нельзя просто по фнеймам ограничиться. Потому что это все-таки хэш, и от иноды он берет не целиком, а только обрезанные два байта. Вот устройство он тоже берет только один байт. Короче, может получиться так, что для разных путей у нас может получиться одинаковый f-tog, одинаковый kt. И для этого сделали вот этот типа сид, не знаю, похоже на сид, который мы в рандом функцию передаем. Предполагается, что вот если в двух каких-то разных программах так совпадет, что у них разные пути, но они имеют одинаковую вот эту вот комбинацию, то они хотя бы project-id будут иметь разные. Такое слабенькое предположение, но вот почему-то считается, что это должно работать. Это один из... Вообще, XSA и PC, они полны всяких проблем, минусов, и не только с интерфейсом, но еще и с производительностью, но они интересны, как концепты, которые можно просто знать, потом у себя может как-то реализовывать или просто представлять хотя бы, как это работает на всякий случай. Вот. То есть у нас есть хеш-функция, которая берет файл, берет число и их возвращает кей. Вот. И я здесь написал программу, которая просто печатает, чему могут быть равны кей разных аргументов. Я пробую кей от несуществующего файла, потом я пробую кей от самого себя, от исполняемого файла, своего собственного. Он существует, потому что моя программа выполняется, значит, я могу его сюда передать. Это один из самых распространенных способов передать путь. Чтобы не выдумывать какой-то уникальный путь, который случайно ни с каким-то другим переложением не пересечется, мы просто, собственно, исполняем и файл сюда кладем. Раз наша программа выполняется, значит, он существует. Я пробую разные Project ID и печатаю, какие ключи там получились, какие-то хеш-функции, но вот что неожиданно, что вот здесь я передал разные Project ID для одинакового пафа, а кей у них одинаковые получились. Это происходит из-за того, что из этого Project ID, вот из этого ID, тут юзается только один байт. Вот она врезается. Это еще одна проблема XSI PC. Что мы передаем сюда четырехбайтное в общем случае число, которое может быть и восьми байтам, а из него только один байт юзается. Ну, в общем, вот так вот оно устроено, как бы это стандарт, уже с этим ничего не поделаешь. Видимо, этого хватает, раз ничего с этим не сделали. Поэтому я сюда добавил число большее, чем один байт, и ничего не изменилось. Вот. Если мы не хотим использовать исполняемый файл, можно, как я сделал, с FIFO взять в папке в темпе какую-нибудь фигню создать, рандомно что-то сгенерить там и добиться того, что все клиенты, которые нам... Все процессы нашего приложения будут про этот путь знать. Еще одна проблема, да, что вот у нас все наши процессы должны знать какой-то одинаковый путь, к которому они все подсоединятся и что-то тут достанут. Это было как создать ключ. И теперь мы посмотрим первый из XSI и APC, это очередь сообщений. Ну, очередь сообщений — это просто реально очередь сообщений, и каждое сообщение помечено определенным типом. То есть это не просто данные какие-то сырые, которые мы туда пишем, мы можем читать, а мы можем присваивать каждому... присваивать каждому сообщению определенный тип, вообще произвольный, какой нам только хочется. Я потом покажу хороший пример, зачем это может быть надо, но пока надо просто запомнить, что каждое сообщение какие-то байты сырые и число тип создательную его можно функциям sgget здесь можно создать очередь сообщений можно подключиться к существующие это регулирует своей помощи флажков то есть мы генерируем ключ какой-то одинаковые во всех процессах и один процесс должен очередь создать это остальные должны к ней подключиться и чтобы создать очередь сюда передается флажок и писи креат ну короче это очень похоже на создание файлов дам и опыт делаем обычный у нас там тоже есть опция о креат чтобы создать файл о x call чтобы если файл уже есть то мы тогда ошибку возвращаем здесь тоже много всяких похожих флагов у них просто префикс о поменялся на и писи здесь нет смысла особых перечислять все равно бесполезно запоминать главное что стоит запомнить что этой функции можно создать очередь можно подключиться к очереди можно проверить что очередь уже есть это контрольная функция из которой можно смотреть состояние очереди сколько там сообщений сколько там байт можно очередь удалять в общем ctl в чистом виде как бы как контрол какой-то над этой очередью и в штатном режиме ну у нас контрол обычно вызывается один раз знаю в конце обычно когда мы очередь удаляем и все я честно говоря не знаю зачем еще контрол может быть нужен в общем случае обычно мы очередь создаем а потом сразу можем и пользоваться вот функциям сг-сент и мсг и сив справка и чтение в очередь и вот тот самый тип когда мы получаем сообщение мы можем выбрать какого типа мы хотим сообщение получить и таким образом эти дипы они служат фильтрации можем в эту очередь складывать сообщение разных типов и разные процессы будут доставать оттуда сообщение конкретно своего типа получается такая очередь раздачи в разные процессы можно на это забить везде одинаковый тип юзать и не использовать это можно фильтрацию какую-то реализовывать мы и кстати сегодня реализуем посмотрим как можно это использовать вот еще одна проблема xs и писи который меня бесит что вот здесь тип есть здесь вот нет знаете где он здесь он вот в первых в первых байтах этого этого сообщения должен быть спрятан мы его сами должны запихать получается несимметричный интерфейс это очень плохой пример как делать интерфейс что у нас здесь тип передается явно здесь он скрыт у нас каких-то байтах которые мы должны сами туда запихать ну короче вот как бы нам нужно мириться с этим интерфейсом вот такой есть мы посмотрим как можно этот тип туда запихивать и каким это проблемам приводит кроме того что интерфейс получается несимметричный вот помимо мозга ctl мозга ctl на линуксе конкретно вот можно еще вот так посмотреть некоторые характеристики очередей когда очередь создается она берет свои дефолтовые настройки вот из этих процессов ских настроек которые может писать мы можем читать функции например кат можно туда писать чтобы их поменять вот у меня по умолчанию на виртуалке оказалось что максимальный размер сообщения 8 килобайт максимальный размер всей очереди суммарных байтах 16 килобайт не очень впечатляющий размер видимо просто не очень пригодны для каких-то серьезных нагрузок на маке еще меньше это вообще два килобайта очередь максимум можно сделать вообще не что такого размера то должно быть сообщение чтобы это вообще можно было использовать вот посмотрим пример как можно использовать msg-get здесь пока ничего не будем не рисивать не сэндить просто потрогаем msg-get msg-ctl msg какие флажки можно msg-ctl передавать как это выглядит пока ничего не получаем не читаем не пишем вот и генерирую ключ я использовал свой собственный исполняемый файл как как источник для ключа на project idea почти везде буду забивать и просто 0 его кладу и все я создаю очередь я говорю что я хочу очередь создать если ее нет я хочу дать ей права на чтение и запись от себя и любым другим пользователям короче как 0777 права задать маску все что угодно с той очереди может делать кто угодно но по правам будет отдельная лекция поэтому я здесь не буду заморачиваться у меня вот такие все доступные очереди потом я печатаю чем это получилось и я хочу посмотреть статистику этой очереди какие-то и отрибуты и три атрибуты сколько в ней сейчас сообщение лежит сколько в ней максимум может лежать байт у нас по умолчанию в процессе это можно прочитать но я могу в каждой очереди свое максимальное количество байт задать в линуксе так точно в маке я не помню по моему там нельзя до 16 килобайт она по умолчанию идет можно увеличить если хочется потом я убеждаюсь что если вместе с и пи секретом передам флаг и пи секс кутипа эксклюзив то у меня очередь она уже есть у меня эта штука вернет ошибку потом запустим эту программу и потом я удаляю верой мои заметьте что у нас разные вот эти флажки вы мозг стиле но это не флажки это команды разные команды в мозг стиле рима иди и стат вот того какой мы команду здесь передадим зависит третий аргумент вот например рима иди он третий аргумент вообще не требует он говорит что ему достаточно вот этих двух аргументов я хочу удалить такую-то очередь а стат он говорит что он нежна статистика такой-то очереди куда ее положить кого класть ее в третий аргумент вот и все есть такая структурка на стандарте определена там лежат всякие интересные мемберы самых интересных то только два я их и распечатал там есть еще разные команды от которых тоже третий аргумент может зависит но они уже не такие интересные его есть такая linux специфик команды и писи info она позволяет распечатать инфу не только к одной конкретной очереди настройках по умолчанию для всех очередей то есть то же самое что мы в процессе смотрели на линуксе можно через записи info посмотреть только там еще чуть больше мемберов например я могу здесь максимальное число сообщений очереди посмотрите в процессе я не мог на маке этой штуки нету поэтому я это здесь и в девам защитил я только на линуксе есть подозреваю из-за того что она наверное просто из процесса все и читает в итоге на маке процесса нет понятно да здесь мы просто поэкспериментировали типа из мозга где-то мозга из-за стрелям ничего пока не писали не читаем вот я эту штуку запустил на маке у меня здесь мало инфы распечаталась но можно уже видеть что у меня максимальный размер очереди очень маленькие всего два килобайта какие-то космические там идентификаторы и ключи распечатались и у меня и писяк скал сработал типа и писяк ряд плюс и писяк скал на уже существующий существующую очередь не сработали на линуксе у меня 16 килобайт то же самое что мы в процессе видели и у меня здесь и пися инфо сработал я могу посмотреть что мне максимум целых 32 тысячи сообщений можно положить в очередь на маке столько не получится положить даже если каждое сообщение будет по одному байту теперь время использовать msg send msg receive я здесь написал такой простенький пример который вот да у меня здесь такой пример у меня есть сервер который вычитывает сообщений есть клиент который сообщение кладет клиент кладет всего три сообщения клиент три сообщения вычитывает какие сообщения мы еще посмотрим на сначала посмотреть как их посылать вот у меня есть клиенту хочет послать сообщение как-то сделать мозг сент он принимает какой-то стрёмный чар звездочкой непонятно что у него классику это тип надо кодировать вот я написал такую функцию pack msg она принимает буфер куда надо закодировать сообщение тип сообщения то что должно быть на самом деле в сэн мозга сэнди сразу вот я в свою опишку положил и какие данные хочу отправить какого они размеры то может быть строка это может быть бинарные данные число неважно что угодно это может быть и вот я такой протокол у себя определяю что каждое сообщение у меня в начале хранит type но это является стандартным там первые запаковка сообщения первые сайзов лонг байт должны быть типом вот как икс сайт писи хочет чтобы не передавали тип чтобы сами его туда кодировали как обычными в себя им сайзов лонг байтов не очень удобно ну короче вот так я кладу туда сначала сайзов лонг байт на тип потом я туда кодирую размер своих данных и потом сами данные у меня получается что сообщение такую структуру будет иметь у меня сначала идет сайзов лонг тип потом сайзов int сайз данных потом сайз сайз данных вот я возвращаю сколько у меня размер получился суммарно тут я чтобы отправить сообщение я создаю на стеке какой-то буфер там достаточно большого размера на чем угодно у меня в тесте уместилась потом пакую в этот буфер сообщение теперь в мсг у меня вот такая вот тройка лежит тип сайз дата я это отправляю и все флажки я тут игнорю там ничего не передаю просто говорю что такое сообщение такого-то размера положить в такую-то очередь и все это клиент так будет отправлять сообщение и вот главная функция клиента я теперь делаю очередь сообщения не парковые 0 а потому что мне теперь два две программы одна клиент на сервер я решаю что я буду по серверу генерировать ключи мне в этой же папке лежит исполняемый файл сервера вот я по нему генерирую я создаю очередь присоединяюсь к ней посылаю три сообщения обратите внимание на порядок я посылаю три сообщения именно в таком порядке сначала я посылаю сообщение просто hello world с типом 100 потом hello world of the 50 50 то же самое с типом 60 именно такой порядок это сейчас еще пригодится как у меня выглядит сервер он должен уметь сообщение получать клиент их отправляет сервер их получает понятно пока что я не тороплюсь сервер их должен иметь получать для этого он должен их уметь распаковывать когда он уже получил он ведь когда будет из очереди что-то доставать у него тоже будет просто чар звездочка какой-то как из него все доставать там будет лежать все точно таком же формате какие-то туда и положил как бы где оставил там вещи вот я помню что я туда клал первые сайзов лук байт тип я вот туда вычитываю в какой-то вот параметр дальше я вычитываю размер потому что я вот туда положил его буду теперь достаю и я вычитываю оттуда данные и все у меня получилась такая функция которая принимает сообщение его размер и возвращает сразу тип данные и размера диктан функция получения сообщения она у меня теперь достает это сообщение из очереди и мы с горе сивом пишет сколько она там байт получила распаковывать и печатает можно было что-то более полезное сделать не просто это печатать и игнорить и как-то дальше использует у нас на 5 синтетический такой пример на котором уже можно чем угодно дальше строить понятно да и вот как выйдет главная функция сервера который будет получать эти сообщения здесь я вначале решил поиграться с мсг ст или мы писье статом чтобы с его помню ну вот сначала создаю очередь на том же в токене такой же ток они на одну и ту же очередь ссылались и потом я решаю что прежде чем я хочу сделать 3 сиф мсг я дождусь пока у меня хотя бы одно сообщение придет зачем это может быть надо зачем я вот этот бесконечный вайл делаю за тем что еще одна проблема xs и писи в них у некоторых но конкретно очереди сообщению нее нет способа сделать получение сообщения по тайм-ауту типа мы ждем тайм-аут сообщение нету то мы выходим то есть вот эта функция мсг ресив если сообщение ни одного в очереди нет подходящего она заблокирует процесс на неопределенное время насколько захочет настолько и заблокирует пока я не перервет сигнал и еще что-то придет мы не можем тайм-аут передать мы привыкли что обычно тайм-ауты можно во всяких сокетах передавать а вот здесь нельзя даже в ю тексах можно тайм-аут передать в xs и писи нельзя иногда мы не хотим блокироваться и вот здесь написал пример как можно не блокироваться используя функции используем сгц тель с командой писи стат прежде чем начать что-то читать я дожидаюсь пока у меня хотя бы одно сообщение появится как только она появляется я выхожу и начинаю читать понятно дальше здесь произошло или объяснить еще никто не кивает значит непонятно здесь на каком моменте пристало быть понятно здесь еще понятно было здесь понятно дальше происходит просто к очереди подрубился это сервер подрубился клиент там уже может сидит а вот теперь сервер подрубился и теперь прежде чем начать читать потому что университ мсг меня заблокируют навсегда если там ничего нет я хочу дождаться пока хоть что-то появится я команды мсг-цтл достаю статистику этой очереди чтобы посмотреть сколько в ней сейчас сообщений вот это все это просто достать статистику очереди но в эту структуру сохранится говорю мне я говорю этой команды что мне нужна статистика по такой-то очереди сохрани и пожалуйста вот сюда такую структуру это стандартная структура это не определяю она в хедре есть который определяет и на когет и на гцтл понятно что здесь призах произошло я достал статистику очереди пересмат ну я ее достал я могу смотреть сколько там сейчас сообщений было на тот момент когда я эту функцию позвал я смотрю если у меня там ноль сообщений я говорю шедулирую типа подождем немножко может быть появится еще и рестартуем опять смотрим если сообщение если 5 нету снова засыпаем просыпаемся это до тех пор пока я хотя бы одно сообщение не появится тогда это условие станет труб когда он установит true я просто печатаю сколько там бился выхожу все вот сюда теперь понятно вот мы опять то же самое у меня текст повторяется вот даже я знаю что клиент уже пришел вот что-то послал и я теперь готов читать я не буду блокироваться я могу быть в этом уверен и я читаю теперь сообщение смотрите не в том порядке в котором они пришли тип вообще какой-то левый передал минус 200 типы насколько я помню я передавал там я не помню до 150 и 60 в таком порядке здесь я вообще сначала пытаюсь получить какой-то тип 0 я вообще такой тип не клал что у меня произойдет у меня заблокирует что ли навсегда нет не заблокируется тип 0 на такой специальный специальный тип который позволяет прочитать любой другой то есть как бы звездочка то есть читаем сообщение любого типа нам неважно какого потом передаем 0 и несмотря на то что я там вначале передал сообщение типа 100 у меня вот здесь прочитается понятно да дальше то есть ну то есть вот тип он типа 33 разных способа есть его передать 1 это 0 за нам все равно какой тип 2 это тип больше нуля тогда мы мсг ресив он будет будет искать сообщение с конкретно этим типом заданным мы помним что я посылал сообщение с типом 60 я посылал его последним я упал третьим они вторым когда я сдаю тип явно у меня но это позволяет мне доставать сообщение вне очереди у меня сейчас по очереди стоит сообщение 50 я говорю 50 пропусти мне нужно 60 и он его вне очереди достанет понятно то есть очередь на самом деле она она физически 1 но логически получается что у нас на каждый тип свою очередь получается внутри каждого типа у нас очередность соблюдается между типами ее можно нарушать если явно его задавать и третий способ это задать тип меньше нуля это вообще конечно капец просто как можно было такое пешку придумать короче такая опять же есть против с этим жить если передать тип меньше нуля то функцию мсг ресив будет искать любое сообщение с типом меньшим чем модуль нашего типа ведь если я передал тип минус 200 у меня прочитается любое сообщение к этому идет в порядке очереди с типом меньше либо равным 200 мы помним что я туда 50 у меня 50 в очереди до сих пор лежит и она прочитается понятно зачем может быть нужно вот такое вообще я пытался долго придумать и кажется я придумал например у нас как и говорил мы тип можем как угодно интерпретировать это любое число которое long число можем как угодно его задавать можно в тип класть размер сообщения полезный и мы например говорим что мне нужно прочитать любое сообщение меньше там 200 байт мы прочитаем если мы в тип будем размер сохранять можно так использовать пример использования типа больше нуля мы сегодня посмотрим тип равный нулю ну я думаю не надо объяснять просто пофиг вы какой тип вот я здесь очередь не забываю удалить что будет если я очередь да и это запускаю потом посмотрим что будет если очередь не удалить вот запускаю сервер он подсоединяется к очереди он создает к не подсоединяется и в этом цикле начинает бегать ждать клиента пока нет он клиент хоп появляется и пишет туда свои эти три сообщения и сервер их вычитывает и вот он вычитывает сначала 100 хотя мы задавали тип 0 потом он вычитывает 60 потому что мы явно задали 60 и потом 50 потому что он меньше 200 вот мы все прочитал вот наши данные никуда не делись очевидно что вот эта штука смсг стелем и писи 100 там каким-то ожиданием не нулевого числа сообщения она реально стрёмная да я согласен это был довольно костыльный способ ожидать сообщения есть менее костыльный способ который даже можно использовать не только в этих сообщениях он том или ином виде есть во всех функциях которые позволяют что-то откуда-то читать если мы не уверены что там есть данные это обычно так называемый флаг но уварит он есть сокетах управлять он по-разному называется но обычно в нем не обязательно фраза на уварит то есть мы в мсг как ну как мы помним вот в этих функциях мсг сентом из горе сиф я здесь упорно игнорировал вот этот последний аргумент я его ноликом все время задавал и у сэнда его и сива его можно сдавать не ноликом это флаги тоже как в мсг стейли только они относятся конкретной передачи или конкретному получению и один из этих флагов этой песеновый то есть вместо того чтобы блокироваться в случае отсутствия сообщения я говорю посмотри если там сообщение есть то читая если нету тогда не жди но уварит если там сообщение нету то мне вернется минус 1 и глобальная переменная ер но установится в такой код ено мсг ер но message и я тогда могу ретраить просто бесконечно с этим флажком я не буду блокироваться навсегда в любой момент могу взять и остановиться выйти из этого цикла не только потому что сообщение пришло потому что юзер устал ждать например если бы этот флажок не передал у меня бы все заблокировалась мимо помогло только кельнуть процесс какие не только кельнуть процесс я знаю там в комментах кто-нибудь набежит и скажет что типа не только келять можно еще просто сигнал послать по сигналу еще не проходили поэтому я могу про них рассказать ну в общем случае процесс придется келять потому что все зависнет я еще обычно у себя в коде разработчики забивают на обработку сигналов него не обращают внимание на то что функции такие могут сигналами прерваться там вернется особенный ер но и это может прерывание сигнала может вообще программу сломать короче печальная история такая когда тайм-аут и нельзя явно передавались привет икс вексиса и писи и тому кто этот стандарт придумал вот есть еще такой флажок мсг-эксепт это еще один способ интерпретировать тип мы помним что его может задать равно какому-то значению произвольные меньше какого-то значения можно задать в любой тип не равны этому значению туда мы в мсг-ресив передаем флажок мсг-эксепт тогда он будет искать любое сообщение тип которого не равен этому это еще один четвертый не очевидный способ использовать тип не есть еще флажок мсг но и raw может получиться что мы здесь передаем буфер размер которого меньше чем сообщение которое в очереди лежит это можем сказать что неважно к этому размеру кого там размера в очереди же сообщения давай его просто затронкейте мы все равно прочитаем можно еще такой флажок передать можно это не запоминать все эти флажки проще в мани их прочитать единственный флажок который стоит запомнить и что вот есть новое остальные по ситуации если он пригодятся можно просто самим найти все равно это все в голове не уляжется так сразу и вот как у меня теперь фу и выглядит функция мэйна стала гораздо короче компакт не у меня вот это ожидание сообщения на внутрь россии в мсг уехала и у меня функция стала в два раза короче как мини приятно вот а теперь что будет если я не буду рима иди делать то у меня будет вот такое у меня будут копиться как и как я говорил если мы создаем писи икс сайт не только икс сай вообще писи когда мы обычно создаем именованные они после смерти создатели остаются системе и если мы не будем их чистить то они будут копиться они лежат в ядре они занимают там память получаются такие зомби писи зомби процессы мы келять сами никак не можем но зомби писи мы келять можем для этого есть такая консольная команда и писис она покажет на список всех трех эксесса и писи какие только есть это очередь сообщений разделяемые памяти симафоры и есть к команды писируем она принимает тип и писи объект который удалить его и лишних которые здесь находим если мы что-то забыли удалить мы просто берем явно из консольки это затираем сколько раз ту программу эту команду мне пришлось выполнить пока я готовы эти примеры это просто не считать и в баке у меня наверно список уже в терминал не вмещается если мы потеряли типа мы мы не знаем какой песеном наш какой не наш тогда поможет только перезагрузка компа разбросит все эти писи и кому надо они на рестартах и заново создают мусор будет копиться это еще один минус в копилку и часа и писи потому что в случае фифо например там гораздо очевиднее что это просто файлик который мы всегда можем найти он обычно лежит рядом с приложением или как-то на него похоже называется там а здесь просто какие-то айтишки непонятно нифига но я такой аварийный способ вот я здесь нашел айтишник и могу по нему удалить это кстати в линуксе и в маке есть такая команда следующий тип эксесса и писи это семафоры чтобы понять как работают семафоры в эксесса и надо понять что такое семафоры вообще это не просто какой-то программный объект это такой такая концепция семафоры дикстер называется был такой человек дикстер который придумал эти семафоры вот и семафор это такой общий случай мьютекса то есть у нас есть какой-то счетчик это псевдокод это вряд ли даже компиляция будет вот и просто здесь накидал чтобы было понятно как это выглядит семафоры ты обычно какой-то счетчик который можно декрементировать атомарную если он 0 тут дождаться пока он станет не 0 и инкрементить атомарную и суть семафора в том что если кто-то заблокировался на этот каунтер когда пытался его уменьшить то у нас он лог следующий следующий инкремент пробудит того кто здесь заблокировался получается такой разделяемый ресурс ограниченный который все стучатся и по очереди как-то им владеют и будет следующих кто хочет им владеть понятно да простецкая такая штукенция ну и мьютекс это семафор у которого счетчик единицы что забавно что и мьютекс реализуется через семафора и семафор можно реализовать через мьютекс посмотрим будем как пока посмотрим опишку их сосаевских семафоров это вообще еще жестче конечно чему очереди сообщений но на удивление но может быть полезно дело в том что создать семафор один за раз нельзя можно за только массив семафоров мы здесь передаем ключик но ключики те же самые автоком генерируем и все и здесь мы передаем размер массива семафоров которые мы хотим создать и с этим всем массивом всего семафоров ассоциирует какой-то айдишник всем айди и мы можем атомарно к этому массиву применять какие-то операции у нескольких семафоров там за раз декрементий что-то заинкрементий флажки здесь тоже самое пи секрет и писяк скал ничего особенно нового тоже там права можно передавать у него тоже есть ctl функция и у нее тоже есть разные команды у нее тоже есть и писяером айден там уже неважно что дальше передается еще командный аргумент и если мы передаем рм рм один дам уже можно ничего не передавать это удаление массива семафоров всего целиком разом можно использовать команды get all set all это способ инициализации семафоров один из одна из критических проблем эксесса семафоров рассматривается такова что когда мы создаем эти семафоры массив семафоров мы не можем его атомарно еще инициализировать сразу когда мы здесь создадим садим у нас все счетчики будут по нулям и может так получиться что мы не успеем позвать 7 ctl чтобы инициализировать его другими одежками прибежит уже другой процесс и начнет какие-то операции выполнять типа считается что это критично что нельзя атомарно и создать массив семафоров сразу его инициализировать нам нужно сначала 7 get а потом 7 ctl сделать с команды set all set all она принимает массив int of просто какой семафор какое значение присвоить этот каунтер массив этих каунтеров этот set all принимает и get all то же самое он нам вернет просто все значения мы дальше посмотрим как эти команды используются есть более простецкие команды взять значение одного конкретного семафора они всех сразу зачем может быть нужно всех сразу если у нас есть если можно все по одному достать потому что все сразу они атомарно достанутся мы все по одному их доставать разными 7 ctl это у нас между этими 7 ctl меняться может вот поэтому есть такая атомарная пара команды get all set all есть функция применить операцию в семафором она применяет не одну операция сразу массив мы заполняем массив вот таких вот структур ок передаем его сюда и говорим какого он размера и каждая структур к в этом массиве описывает какому семафору операцию применить что это за операция плюс один плюс два минус один минус два там просто вот эта система 7 об он прибавится к значению семафора может быть отрицательное число может быть положительным понятно да и флажок него единственное полезное значение есть это 7 анду одна из приятных особенностей икса и семафоров как мы помним семафор это тоже xs ipc и если у нас создатель этих семафоров умрет взяв какие-то локи и не успев их освободить то может получиться так что эти локи умрут вместе с ним у нас семафор окажется испорчен у него какой-то ресурс просто пропал и ядро нам позволяет объявить что вроде деструктора для этих операций то есть если процесс возьмет на на get rid себе каких-то локов из этих семафоров но вычитает там например кучу единичек из этих из этого массива семафоров а потом умрет не освободив их обратно и мы задавали тогда флажок 7 анду то когда ядро будет этот процесс убивать она сначала откатит все его блоки вот этим вот ложком посмотрим какой эффект он будет иметь когда запустим пример следующий пример будет такой довольно сложный будет пример я короче написал такую программу которая создает массив из трех семафоров и которого массива можно подключаться и выполнять под ним какие-то операции можно над ним выполнять атомар на несколько операций прям в кассоле можно будет печатать там такому-то семафору плюс один такому то семафору минус один можно применять их по отдельности можно печатать их значение я написал в общем такой такой парсер команд работы с семафорами и на котором можно будет визуально посмотреть как разные операции на семафор влияют и как это отображается в других процессах и сейчас мы будем по этой большой программе итерироваться сверху вниз вот я написал функция которая сначала семафоры создает она создает три семафора со значениями 123 вот она она уже созданный семафоры принимает на их инициализирует вот здесь применяется свету я говорю у меня есть такой-то массив семафоров я хочу заседать все его значения вот в такие то то есть в 123 их конец значит непонятно где перестал бы был все понятно хорошо короче у меня есть большая программа который использует семафоры я вот и программе массив семафоров создаю и как и сказал мне его потом надо инициализировать функции 70 вот у меня есть такая функция которая это делает она зовет 70 л над моими семафорами и говорит все значения этих семафоров всех этих трех семафоров установив 1 2 3 понятно вот эти вот две строчки да я говорю что он инициализированы принту и все значения принту я их при помощи команды get all здесь я их установил все полом и такой конструктор семафоров у меня получилось когда семафоры впервые создаются я эту функцию буду звать и она мне будет их не заразировать такими числами и печатать что получилось я той же функции 70 или над тем же массивом семафоров зову команду get all и она у меня в этот массив запишет значение я их напечатаю и теперь будет большая функция main она создает массив семафоров у нас сначала токен ключ генерирует как обычно и создает массив семафоров с таким-то ключиком из трех элементов если его нет мы его создадим если он есть мы выдадим ошибку и с ним может работать кто угодно пока понятно да отсюда я смотрю если у меня не получилось всего почему-то создать я хотел создать если его если не получилось создать что произошло если у меня не получилось создать какой-то неожиданной причине она это забиваю просто завершая программу если у меня не получилось создать потому что массив уже существует потому что я флажок такой экскал задум тогда я пишу об этом информацию просто к нему подрубаюсь когда мы к массиву семафоров просто подключаемся не создаем тогда достаточно только кейс задать и все остальное нулями вот и к нему подключаюсь и пишу что я к нему подключился нормально если же я вот здесь создал сразу я пишу что я его создала делаю вот этот и нет с предыдущего слайда все то и значение принтует он вот здесь просто пока инициализация была а дальше я начинаю читать команды пользователя с консоли и буду эти команды интерпретировать как какие-то операции над семафорами вот я читаю строчку которую пользователь вводит пользователь сейчас посмотрим в каком формате выводит в общем я читаю куда строку терминала читаю строку терминалами и теперь я пытаюсь понять что пользователь хочет сделать с этим массивом семафоров хочет он сделать какой-то большой блок операции над этим семафором для этого может сделать begin потом какие-то операции сейчас посмотрим что за операции в том комит и за раз всех применить при помощи этого симопа я здесь массив ops накапливаю операции увеличивая счетчика потом их разом все могу применить я могу удалить семафор если пользователь напечатает делить у меня вот эта штука удалить семафор пользователь может выйти не удаляя семафор напишет какой-то я семафором ничего не делаю и можно распечатать все значения семафоров вот а теперь что за команды такие кто и пользователь может вводить объединять какие-то группы по команды выглядит так пользователь пишет номер семафоры над которым хочет сделать операцию и плюсик если он хочет увеличить на 1 и минус если хочет уменьшить на 1 у нас семафоров три штуки и когда консоль в консоли будет пользователь пишать там один плюс это будет означать первые семафоры величина один будет писать три минус будет означать увеличить 3 меньше третий семафор на 1 вот не обязательно вот это все вчитываться это не относится к семафорам вот это просто парсер у меня такой самое интересное будет когда мы все это скомпиляем и запустим можно будет сейчас визуально посмотреть что происходит семафорами когда мы с ними что-то делаю вот у меня первый процесс я его собрал запустил он создал массив семафоров с таким-то идиш ником и инициализировал его сейчас мы и семафоры выглядят так 123 понятно теперь я запускаю второй процесс он говорит о по тому же экзист и поэтому я просто к нему подключаюсь к тому же самому вот одежды ник такой теперь я хочу какие-то операции делать пользователь говорит из второго семафора вычти единичку у меня стал массив семафоров 113 вот было двойка вышла с 1 я как я говорю теперь еще раз и старого вычти единичку вычел стало мной пока ничего не блокируется у меня семафор еще меньше нуля не пытается стать все в порядке теперь я в другом процессе делаю шоу этот процесс ничего не менял но только шоу сделал и у него видно изменение вот этого процесса то есть мы убедились в том что семафоры шарится реально друг друга видят а теперь я завершаю процесс я просто control c нажал и и завершил а у меня два лока держал чё теперь будет а ничего они вернулись они вернулись благодаря тому что я вот здесь флажок симону ставил каждой операции когда ее хотел выполнить не оставил флажок симону поэтому когда я убил процесс он свои локи все вернул ядро у него их отобрал и обратно положила за неважно это там был два плюс два минус какие бы ни были операцию всех откатит по очереди если бы я сделал два плюс два плюс он бы сделал здесь 2 минус 2 минус обратно чтобы вернулся 5 к 123 теперь у меня другой процесс забрал вот этот единственное значение семафора здесь стал болик и теперь я возвращаю этот процесс он опять подключается и хочет из первого семафора тоже сделать минус 1 а там уже 0 и он не может то есть он делает сразу три операции атомарная пишу begin 3 операции выполнить и пойти операции одновременно все три и он не может потому что здесь уже ноль в первом семафоре он не может сделать минус один он блокируется у меня зависла все как теперь это все развеснуть я беру и возвращаю обратно я говорю что мне этот лог больше не нужен я обратно возвращаю пусть будет опять 123 и это за триггерит освобождение вот этого процесса он продолжит работать то есть он проснулся увидел что там 123 и все свои операции атомарно применил и у меня здесь опять стала ноль вычлась единичка из второго семафора я два раза единичку вычел поэтому здесь уже мой стал понятно да вот то есть он мгновенно прям разблокировался сам когда я здесь вернулся на фор и у меня получается такой способ синхронизировать работу разных процессов теперь мы посмотрим как эти семафоры можно на практике использовать потому что пока они выглядят довольно бесполезными непонятно что с ними делать тем более зачем целый массив семафоров почему нельзя по одному создавать я вот придумал такой пример мы используем сейчас семафоры используем очередь сообщений в этом примере у меня есть три источника каких-то событий и эти источники событий в одну очередь складываются и события в виде каких-то сообщений и каждое сообщение помечают от кого она первый источник кладет сообщение с типом один 2 сообщение с типом 2 3 сообщение с типом ты и есть процессы этих сообщений сложность в том что процесс собиратель я вот так придумал просто пример сложность том что процесс собиратель должен сразу из трех источников прочитать три сообщения в одной штуке атомарно причем ну короче получается мы тогда бы такие столбики сообщений здесь строим и можем только по одной строчке снимать как тетрис такой получается процессы собиратели они эти строчки тетрисы как бы удаляют нужно придумать как это сделать атомарно потому что если я не буду здесь некие не семафоры не минуток связать просто буду из очереди читать у меня может получиться что один процесс собиратель прочитает сообщение 3 2 сообщение 23 сообщение 1 а их все три должен был один процесс прочитать они разошлись обратно очередь их как бы уже в том же порядке не запихуешь так что все все пропало нужно как-то синхронизировать и здесь как раз поможет массив семафоров здесь без массива семафоров не получилось бы сделать по простому вот как я это буду делать я сделаю массив из четырех семафоров из двух каждый из первых трех семафоров у меня будет означать количество сообщений определенного типа когда источник будет генерировать события он будет свой семафор на 1 увеличивать прикол семафоров не только в том что их можно уменьшать до 0 потом обратно увеличивает их можно увеличивать больше чем их изначально заседали то есть это реальный ресурс который может не только уменьшаться и возвращаться он может еще и пополняться в отличие от мюдекс и который либо 0 либо 1 на семафор можно создать 0 потом заседать его в 5 потом в 10 потом хоть в тысячу как бы сколько угодно им манипулировать единственное ограничение семафора что его нельзя меньше нуля сделать и все мы здесь этот факт используем у меня каждый источник будет свой один из трех семафоров увеличивать на единичку когда будет сообщение своего типа приклад класть сюда и у меня будет четвертый семафор который будет работать как мюдекс либо но либо 1 и когда процесс собиратель каждый из процессов собирать или он будет каждый момент времени пытаться взять сразу все четыре семафора ему это будет удаваться только в том случае если никто другой сейчас не взял этот мюдекс и если семафоры всех вот этих трех типов хотя бы по единичке то есть хотя бы по одному сообщению каждого типа у нас есть это есть то что нам нужно у нас желаемая ситуация когда во всех семафорах больше нуля и вот каждый процесс собиратель будет пытаться эти семафоры заполучить за счет того что у нас вот этот четвертый семафор максимум единичка у нас каждый момент времени только один собиратель сможет все три сообщения читать понятно да посмотрим как это удалось реализовать это источник один из источников событий вот у меня есть такая функция которая создает семафор ничего такого особенного не происходит точно так же как мы это делали раньше вот она создает массивчик из четырех семафоров и сета этих вот такие начальные значения у нас изначально все очереди пусты и никто их не занимает поэтому mutex свободен тут ничего нет смысла как вот это опять заново рассматривать ведь нет или непонятно что то вот и у источника сообщения есть такая функция чтобы свой конкретный семафор увеличивать сюда передается массив семафоров и его и дишка это число от 0 до 3 у каждого источник я передаю айдишку 012 и источник свой семафор поскольку у меня и и дишнике 123 массива нумеруются с нуля здесь минус один делаю вот и он свой семафор говорит типа мой семафор увеличена единичку и эту операцию выполняет даже не массив операции просто одна операция каждый раз когда будет приходить события он будет свой семафор на единичку увеличивать понятно да вот теперь это была первая часть у нас есть семафора есть очередь сообщений очередь сообщений тоже надо создать вот я здесь создаю если ее нету просто если она уже есть и к ней подключаюсь и x call здесь не буду с ним как бы никаких приседаний делать просто и писяк ряду все вот сюда и стянул функции pack msg send msg которые мы уже помним с отправки сообщений формат у них здесь точно такой же тип дата сайсы дата понятно и вот теперь самая интересная функция которая будет генерировать события она требует чтобы мы генератору события передали аидишник число от одного число 12 или 3 вот и у нас будет у нас будет один и тот же ключ и для очереди и для семафоров это работает потому что ключ этот должен быть уникальным только внутри одного типа и пися объектов поэтому я могу сгенерировать один кейта использовать его и для семафора и для мсг понятно я не просто не хотел заморачиваться и делать несколько файлов не одного достаточно кстати опять нашего исполняемого файла потому что эту штуку я соберу под именем венген есть не получилось то ошибка не получилось то ошибка в общем создаю этот семафоры и очередь достаю свой айдишник и каждое событие у меня будет появляться когда пользователь что-то вводит мне с консоли пользователь что-то ввел я это оборачиваю в события отправляю очередь после отправки очередь сигнализирую об этом в своем семафоре это бесконечный цикл продолжается пока я не закрою стандартный поток ввода то есть я события сам генерирую когда что-то ввожу консоль и у меня вот три таких генератора события будет создаваться одинаковый ключ источники сообщений свои одежды ки берут и на каждое сообщение увеличивающим афор теперь как будет выглядеть потребитель этих событий консюмер у него все функции аналогичные вместо паку на санпак вместо сенту нас ресив то же самое все их стянул с примера про очереди сообщений ничего интересного а вот интересно как нибудь дата выглядеть чтение данных когда этому консюмеру удалось заполучить лог над очередью он будет из каждой из одной очереди читать сообщение трех разных типов но здесь не типы и пригодились когда у меня когда у меня генератор событий кладет сообщение в очередь он вместо типа передает свой айтишник и то есть у меня там будут сообщения лежать типов один два и три и задача консюмера прочитать три сообщения с типами один два и три вот он их читает меня получилось типа поиспользовать для чего-то вполне выглядящего относительно реально вот он считает эту функцию надо как-то локом защитить потому что если все консюмеры одновременно это будут делать можно помнить что случится они просто вычитывают не в том порядке там перемешается все фигово вот у меня для блокировки есть такие функции on lock и lock вот эти вот эти очереди сообщений лог выглядит так я над каждым из четырех семафоров пытаюсь вычесть единичку над последним семафором которым ю такс это будет как new tax lock выглядеть над всеми остальными семафорами это будет выглядеть как забор сообщения из очереди понятно да и вот я эти четыре операции пытаюсь атомарно применить каждый консюмер будет пытаться атомарно сделать и только один в этом преуспеет когда когда удовлетвориться в общем когда условия станут подходящими к тому чтобы из всех семафоров вычесть поединички лог выглядит проще я только mutex возвращаю только вот третий семафор на семафоре 0 1 2 и 3 вот только последний семафор mutex я возвращаю обратно единичку ему остальные я не трогаю потому что их делают генераторы события не генератор событий у меня нет права обратно плюс единички делать поэтому я забираю события обратно возвращаю только mutex и главная функция выглядит в итоге очень просто она подключается к той же очереди событий которые генераторы событий куда все складывают создаем к тому же массива семафоров вот и каждый консюмер пытается залочить эту очередь прочитать по три сообщения и освободить понятно да и теперь теперь это все запустим вот у меня есть три генератора событий генератор событий с типом один с типом 2 с типом 3 они нашли одни и те же массива семафоров одни и те же очереди и у меня для простоты всего два консюмера можно и сколько угодно сделать все но будет работать ну чтобы доказать что у меня какая-то синхронизация есть я тут сделал их хотя бы два вот я его собрал запустил их обоих у меня очереди пустые поэтому они оба заблокировались у них вот эти вот локи тут заблочились они ждут пока появятся сообщения вот я запихал сюда первое событие просто в терминале напечатал fmsg1 from 1 и это уехала в очередь у меня все еще нельзя взять семафоры все потому что у меня массив семафоров сейчас выглядит так 1001 теперь у меня массив семафоров выглядят как 1101 второй генератор событий вот свое сообщение отправил и теперь третий свое отправляет и мгновенно один из консюмеров получает контроль на дочери читает все три а этот не может прочитать ничего потому что только минуток силу нас как бы защитил вот он это все прочитал вернул минуток с обратно теперь семафоры опять 0001 я беру и запихиваю сюда сразу три сообщения у меня семафоры теперь выглядят как 0031 все еще нельзя ничего прочитать потому что еще два нулевых есть сюда тоже запихивать тоже не помогает у меня теперь массив семафоров выглядит 022 нет 0331 у меня вот здесь три сообщения есть 3 и минуток со свободен пока и здесь всего одно пихо или хоп он взял и вычитал а этот вот не тот не первый не второй не вычитали остальные не прочитали ровно по одному в том же порядке с соблюдением порядка всего этого я здесь опять нет короче здесь если еще одно сообщение запечатать то опять один из них уже возьмет себе мсг 3 from 1 мсг 3 from 2 мсг 3 from 3 и так далее то есть каждый будет гарантированно получать ровно по три сообщения я пытался придумать зачем это может быть нужно кроме каких-то абстрактных непонятных событий мне удалось придумать что можно это использовать какой-нибудь игре типа у нас есть команды сказать игровое лобби там как и всяких онлайн шутеров и мы хотим формировать команды по три человека и у нас команды приходят выбирают какой-то свой класс там не знаю пулеметчик медик и шпион вот выбирает короче один из трех желаемых классов и у нас вот это вот как бы классы и мы хотим формировать команды что в каждой команде был был медик был пулеметчик и был шпион вот мы ждем пока хотя бы по одному игроку каждого класса накопится и какой-то распределитель по командам их оттуда вынимает можно это вот так использовать конечно это все будет работа мы сейчас говорим припись и в пределах одной машины так что это все будет работать только на одном на одной машине в одной системе до сети мы пока не дошли но уже выглядит относительно впечатляюще даже для одной машины и даже несмотря на все недостатки xsa и pc что-то таймаутов нету всякие проще с ними проблемы какие-то вот мы остылись на том что можно реализовать симафоры через mutex то есть наоборот для этого я использую структуры которыми на прошлой лекции смотрели патрид есть такая для тех кто не было есть к библиотека патрид в ней есть уже реализованный mutex он ну конкретно на линуксе я знаю как он реализован есть такие там интерфейс ядра которые позволяют позволяют синхронизировать доступ в общем через mutex есть такой я ядерный youtube mutex который называется фьютикс и mutex под mutex под капотом его используют или он может использовать процессорные какие-то инструкции которые позволяют на процессоре некоторые ассемблерные инструкции выполнить тамарного короче в общем есть mutex который реализован не через симафора через что-то близкое к аппаратуре к ядру есть condition variable который реализован через mutex и и надо наверно пояснить что такое condition ты помнишь то что такое конечно время кондишен время вот такая штука которая позволяет уведомлять и при возникновении некоторого события тех кто на него подписывается это выглядит так когда мы хотим дождаться какого-то события мы берем вот чем mutex который то есть конечно ли было у нас защитить mutex он вот когда мы ждем какого-то события например что какой-то каунтер станет нулем мы очень mutex проверяем что если он не 0 мы подписываемся на события как на котором нас уведомит тот кто это событие сделает и так мы ждем до тех пор пока события не произойдет и это тоже сделал делаю в цикле они одним вызовом по той же причине по которыми риды делали кусочками потому что по третку он двоит ожидание события он тоже может вернуться разблочится события на самом деле нет тоже так бывает спорю свои кап называется и уведомление о возникновении события делается похоже мы очень mutex ты condition variable и создаем события и уведомляем всех о том что он произошло и он очень mutex понятно да и вот как мы делаем семафор мы делаем тоже каунтер обычный и все ты имею в какое-то значение там начальное я здесь не писал и у вас будет выглядеть функции взятия единички семафора и возврата единички вот так когда мы пытаемся вычесть единицу из семафора мы очень mutex этого condition variable смотрим если уже уменьшить нельзя то ждем как кто-нибудь сделает путь когда кто-то делает путь он нам сигнал посылает увеличивает каунтер посылает сигнал сигнал пробуждает одного из ждущих этот кондвейт его может одновременно много потоков много процессов сделать и сигнал одного из них пробудит когда кто-то один пробуждается он смотрит там ну там есть такой баг не знаю может и не баг короче стандарте описано что сигнал может в теории пробудить больше одного потока или процесса поэтому я здесь вот делаю еще проверку условия через этот сигнал он пробудит какой-то поток поток здесь проснется увидеть что каунтер уже не ноль сделает минус минус и get вернется разбойтесь и там может еще получить что еще один патриот кондвейт случайно пробудиться он туда опять заснет понятно или слишком сумморно как-то получилось понятно нет непонятно непонятно как cont mutex вместе работают или да самая сложная тема с кондами понять зачем ему сопровождающий mutex почему его нельзя внутрь mutex внутрь конда положить почему библиотека portrait вот эту штуку не хранит просто внутри конда она не хранит его внутри конда за тем что нам до того как мы сделаем condition weight нужно сделать лог бывает перед тем как мы будем проверять это условие нам это условие тоже надо mutex он защитить мы не можем в конду идти одновременно и условия проверить и подписаться на его изменения поэтому работа с конечно время вам навсегда выглядит так мы берем лог этого condition время было потом ждем события потом делаем одлок это выглядит как бы логично то есть как будто помню так защищает не условия как будто бы он cont защищает мы внутри можем еще какие-то штуки делать кроме конду это вот и получилось что мы сделали семафор через mutex да это подходит например если мы не хотим такая реализация может работать если мы не хотим и если мы хотим использовать симфор внутри одного процесса мы не хотим и писи семафора мы хотим обычный семафор у себя в процессе который просто разные потоки могут юзать мы не хотим какие-то файлы создавать тэфток звать там какие-то кейт и делать 7 7 ct или звать ничего не хочется не кусим массив семафоров не хочу хочу один семафор вот тогда можно это так сделать это не писи но такой workaround можно придумать вот и последний тип xsa и писи это разделяемая память она работает почти это на самом деле есть и map просто вот и map просто именованный вот эти вот функции они на самом деле все внутри работают очень так же как и map и по скорости он в целом сравним с матом вот у него тоже есть функция нет который принимает ключ можно создать или подключиться к существующему этому существующей памяти там тоже и пи секрет и пи секс по xx кол подходит и права на чтение запись только здесь еще есть третий параметр размер памяти который мы хотим создать есть функция тоже с целью всех этих xs айпси есть функция get ctl в эту нее стоит для того же самого служит получить какие-то характеристики об этой памяти какого она размера какие на нее там права тоже удалить можно через записи рима иди команды через функцию и дальше идут функции специфичные для разделяемой памяти это шин это типа получить память по такому-то и нишнику когда мы здесь все создавали у нас не было никого указателя память это обычный указатель на какую-то область у нас вот тут нет пока чтобы его получить надо позвать шин это то есть пока мы вот этими штуками оперируем до шин это не дошли у нас память пока нам недоступна еще она даже наш процесс еще в адресное пространство не загружена h&m это он уже буквально как ммап работает просто берет и поднимает какую-то память в наше адресное пространство и вот поэтому этот указатель уже можем как хотим использовать точно так же это вплоть до того как молоко отрезается также его можем вязать какие-то хранить там я не знаю структурки кита изделяемые данные можно было бы переписать пример который мы сделали на и мапе вначале сортировку можно было бы тоже на это переписать только она бы работала не только для тех кто отворкался вообще для любых эта штука это специфичная такая вещь которая почти никогда не используют но можно просто знать про то что она есть она дает этой функции рекомендацию начиная с какого адреса надо прилинковать эту память это один в один то же самое что вы мапе там точно такой же аргумент есть я не могу себе представить когда его нужно задавать мне 0 наверно каких-то очень низко уровнях библиотеках это бывает надо вот флаги я не помню зачем здесь нужны и есть то же самое что им она она только она здесь называется шиндаты детач типа она выгружает тут память из нашего адресного пространства вот и все здесь пока понятно сложно и такой простенький пример который как-то это используют не опять создают память опять со своим исполняемым файлом размером 1024 я ее создаю если ее нет права там как обычно все подряд вот я его создал потом я получаю эту память кастурию к чар звездочкой теперь мне сейчас звездочка размера 1024 который может делиться между разными процессами разными потоками между чем угодно короче и у это разделяемой памяти точно такая же проблема какой мапа к ней надо синхронизировать доступ она сама это не будет делать она работает один в один как и мапа значит и к ней надо самому доступ обеспечивать синхронный и я решил здесь это сделать вместо двух примитивных флажков которые мы раньше делали через потретку you text по третку you text и которые мы смотрели прошлый раз мы смотрели что это просто типа либо единичка либо ноль можно залочить можно за ночь но у них есть еще такая штука потретка и тексатор потребуютами у текса можно мне так создавать разные свойства типа какие ошибка может там против против каких ошибок он может устоять и не испортится так что он станет нею забили еще много всяких атрибутов я все не помню когда мне надо я просто man смотрю здесь мы используем только один атрибут с чем мы используем этот атрибут дело в том что когда мы mutex патриот mutex шарим между процессами может получиться точно такая же проблема как у нас было с семафорами что процесс взял лог mutex а потом умер он лог не сделал и тогда mutex получается как будто бы навечно залочен ну и чтобы этой ошибке противостоять есть специальный флажок потретт mutex robust типа он становится устойчивым к ошибкам такого рода что процесс умер и не 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 за онлочил его это все просто такая сложная схема присвоение атрибутов mutex у этого патридах довольно сложно выглядит на самом деле это ничего здесь особенно космического космическое вот здесь происходит наверное выглядит очень страшно но я объясню зачем я это делаю за тем что когда у нас есть какая-то память произвольная просто память не знаю молок на стейке или разделяемая память сам map она у нас в общем случае не выровнена то есть у нас память она делится на странице виртуальные размером обычно по 4 килобайта и когда мы делаем м мап или молок или неважно что у нас начало этой памяти может лечь в середину странице того в конец в начало это память может быть по указателю кратно там двум четырем восьми шестнадцать каким-то общим числом и особенность особенность работы со структурами сишными такова что сишные структуры должны создаваться в памяти выровненной определенным образом если пробую просто сделать молок и закастовать его к если например на стеке попробую выделить просто память какой-то чар-бух там неизвестным произвольного размера и кастану его к структуре и попробую с ним работать как со структурой то у меня можно закрешиться программа потому что процессор он ожидает что памяти на выровнена там мы создали просто сырой буфер который не выровнен понятно пока да в чем проблема процессором будет по определенным адресам ожидать что эти поля этой структуры лежат если она выровнена неправильно там будет попадать чужую память или чужие атрибуты то есть него будет падать все может закрешиться в итоге поэтому когда мы работаем с такой памятью и надо выравнивать в gcc есть такое есть я не знаю эту функции или макрос моему этому макрос line of она принимает тип и говорит чему должен быть кратен адрес памяти чтобы ее можно было кастануть к этому типу и вот я сделать здесь делаю так что нахожу ближайший адрес начиная с мем где я могу эту структуру mutex использую то есть первые под сай зов потратную так стабайт использую как этой памяти использую как mutex я раньше использовал как два флажка теперь использую как mutex чуть-чуть сложнее просто стало понятно да вот и я так здесь инициализирую моду и делаю форк у меня создается новый процесс который сделает лог сообщить мне о том что этот лог сделал мне нужен новый флажок чтобы родитель не сразу завершился подождал пока мы такс испортится в целях эксперимента то есть у меня сразу после mutex а следующий байт использую уже как флажок обычные как мы раньше использовали понятно вот я здесь сетую что я залочил и умираю я ног не делаю это был потомок теперь родители он здесь ждет до тех пор пока mutex не сломается после этого он просыпается и пытается сделать лог а mutex испорчен потому что потомок он здесь умер а блок не сделал mutex сломался и когда мы будем пытаться лочить сломанный mutex у нас будет возвращаться ошибка и оундер дед владелец лока умер и если мы засетали mutex как robust то его можно починить вызвав функцию патрид mutex consistent она его починит и залочит если мы не сделали robust то у меня бы здесь mutex lock навсегда бы залочился это все все вот эти извращения нужны только если мы в разных процессах используем один mutex через разделяемую память в одном процессе у нас в одном процессе разными потоками то же самое может произойти да если поток залочил mutex а потом умер не разлучив его то же самое произойдет там тоже рабаст надо использовать я честно говоря не видел шипова когда-то вообще юзали трамбаст я такая точь специфичная программа должна быть чтобы это понадобилось здесь я это показал просто чтобы вы знали что такое есть вот минут x испорчен я его починил функции консистент она его залочил его после этого сразу разлучил уничтожил освободил память совсем синтетический пример получился но он показывает камеру что можно создать эту память очень похоже на то как это делается мапом мне дочь также могу не интерпретировать как сырые байты могу интерпретировать как указательный подряд в mutex чем угодно могу с ней делать моим хая я не знаю где это можно использовать вот если я еще смог придумать с очередями семафорами где нужно разделяемая именованная память не привязанная к какому-то файлу это я не знаю вот она есть тогда и это был последний тип xs и и писи их было всего три мы посмотрели очередь сообщений разделяемую память и семафоры они все были именованы и при помощи кейты которые мы в током генерируем и это такой вот стандарт их описывает но есть еще один стандарт который называется по секс который мы уже использовали тут с этими mutex ами он определяет свой вариант семафоров которые предполагаются что якобы проще чем семафоры xs ай то есть у нас всего и писей этих довольно много получается у нас во первых неименованный pipe неименованный мап именованный pipe фифа семафоры xs ай разделяемая память xs ай очередь сообщений к саса и вот теперь еще один уже седьмой тип и писи это по секс семафоры но он же уже и последний из таких вот дурацких непонятных сложных семафоров каких-то сообщений он в стандарте описано в двух вариантах его можно сделать именованным если мы используем функцию 7 open она похожа на функцию 7 get только она вместо ключа сразу имя принимает приятная фишка 7 open а в том что файл поэтому имени существовать не обязан больше не нужно выдумывать каким образом мы будем создавать какой-то общий файл для всех процессов можно придумать свой какой-то файл которого даже и нет в примере потом посмотрим все остальное примерно то же самое тоже можно там креат и экскала задавать мод это чтение запись там похоже на создание файла ничего сложного понятно да и есть способ создать семафор анонимно это то вот что мы сделали через mutex и можно через посек сделать всем и не там но проблема этого семени то почему я вообще реализовал этот пример что мы сделали mutex семафор через mutex и проблема в том что всем и нет стандарте описан как опциональный и если на линуксе его использовать все в порядке если на маке он вам радостно напишет компилятор что эта штука уже деприкетит поэтому использовать ее нельзя типа на маке если мы хотим писать совместимые программы с маком то ее писать использовать уже нельзя я так и не нашел обоснования нормального почему они это выкинули причем раньше это в маке работала сейчас она деприкетит не знаем что вот как раз в этом новом мажори новая версия мака деприкетилась не любят суде при кейтите никаких обратных совместимости не предоставлять короче просто стоит знать что есть способ его анонимно создать на линуксе это работает и есть способы этого семафора взять единичку и положить единичку понятно и вот еще одна проблема была секса и писи что у нас был способ удалить семафор но при удалении семафора у нас все остальные кто этот семафор прямо сейчас вязал получат ошибку они не смогут его продолжить использовать хотелось бы чтобы можно было чтоб все владельцы этого семафора они его просто рефали и он не удалялся до тех пор пока последний кто-то его еще не закончить юзать было бы так удобно и файлы так работают когда мы в юниксе не него неважно в линуксе или в магида мы файлы создаем у нас нет такой функции делит файл если кто пытался ее найти когда-нибудь какие домашки делал может на праках делит файл функции нет есть функция on link функция on link она как бы файл он каждый в ядре рефлится reference counter у него хранится и пока хотя бы один процесс с этим файлом работает он не удалится когда мы пишем on link мы как бы говорим что мы с этим файлом больше не работаем уменьшаем reference counter на становится 0 файл удаляется то же самое с семафорами по секса у него тоже есть reference counter и поэтому удалить семафор так что у всех остальных процессах он испортится не не получится больше типа починили получается этот рима иди дурацкий понятно и есть 7 клаус но просто закрывает от за семафор там освобождает всякие ресурсы он его не удаляет ни англибка это ничего это как файл закрыть вот это прям как on link файла это как прям прям как клуб с файла получается видимо здесь пытались придерживаться стратегии что в униксе все файл ну тогда здесь стоило сделать файловый дескриптор они 7 подчеркивание то какое-то ну ладно тоже не идеальная мишка и что вот короче еще в ней плохое что у меня прям вообще не нравится что в ней нет деструктора вроде 7 and do то есть можно из семафора навейтать кучу всяких единичек а потом умереть и ничего не вернется и нет никакого способа вернуть вот такая проблема уходит это корнями в то что этот семафор на самом деле сделан через разделяемую память и у нас все манду сам себе мог существовать в семафорах крис икс сай только потому что на уровне ядра есть поддержка этих семафоров как объектов ядро знает про то что эта память это на самом деле семафор она знает что у него есть операция семанду она когда струк так структ структуру которая описывает процесс или поток в ядре когда она удаляется но эти деструкторы выполняет но вот эти семафоры по сексов и они для ядра выглядят как просто область памяти которые в котором ядре в котором ядро не знает что лежит это как как вот здесь вот для ядра это просто чар звездочка как бы не знают что это семафор что у него к это деструктор надо сделать поэтому концептуально в таких семафорах по сексовских вот эта система существовать в принципе не может но зато есть бенчмарк который показывает что по секс семафоры они там чуть ли не в 20 раз быстрее чем икс и сайс семафоры на линуксе на маке они вроде бы по скорости одинаковые а вот на линуксе они типа супер мега быстрее не знаю там было 100 на на секунд стало там 10 что ли или как по моему здесь разница если уж мы юзаем семафоры или mutex они так уж и важно по моему мнению на самом деле не по секс семафоры не эксосайс семафоры не юзабельны нужно свои пилить еще же у нас тут есть примерчик который показывает как они работают знали как это выглядит использование по секс семафоров здесь я никакие процессы не плодил у меня просто много потоков они процессов я придумал такую задачу у меня есть семафор которым ресурс пятерочка counter пятерка есть 10 трэдов которые конкурируют за этот семафор каждый из трэдов он пытается пытается в каждый момент времени из этого семафора единичку на три секунды взять потом освободите секунду ничего не делать он как будто бы работу какую-то делает получается что у меня пять трэдов будут работать опять трэдов будут здесь лочится постоянно типа какой ну и я сейчас буду запускать эту программу и смотреть насколько справедливо этот семафор будет распределяться между разными трэдами они так что мы не всегда одни и те же пять трэдов работают остальные пять спят мне так не хочется главной функцией у меня сначала семафор создает и вот смотрите такого файла очевидно не существует я могу в корень что угодно взять и положить каким-то таким дурацким именем в корне вообще только папки могут лежать в линуксе вот здесь я придумал что у меня в корневой папке лежит какой-то файл мои 7 его на самом деле там нет и после 7 open он там не появится он появляется только как и map который не видно в файловой системе вот и я ему задаю что его надо создать если его нет его можно писать читайте там пятерочка первое значение вот эта штука она позволяет в отличие от xsi семафоров за одну операцию там армии создать семафоры сразу его инициализировать в xsi нам надо было бы сначала сделать 7 get потом 7 ctr а здесь за одну операцию типа это считается супер большим плюсом который побеждает xsi помимо скорости вот я создал семафор по выдуманному имени с значением 5 и вот у меня 10 воркеров я их создаю и и они работают до тех пор пока я enter не нажму и когда я нажимаю enter программа завершается get charm просто любой символ включая enter считывает и пока я не нажму enter у меня будут эти трэды пытаться конкурировать за семафор посмотрим что будет если взять и строить вот так я компилирует программу запускаю смотрю у меня сначала трэды 01234 то есть первые пять трэда взяли по единичке из этого семафора прошло какое-то время они закончили работу условно работу вот эти свои слипы поспали короче на этой пятиместной кровати освободили свои семафоры и другие пять трэдов уже взяли этот семафор они его освободили потом уже вообще какие-то случайные тренды пошли то есть в каждом времени у нас по 5 трэдов в общем случае случайных этим семафором владеют все довольно справедливо так получается вроде работает вот такие семафоры в поиск все есть всего у нас получается 7 целых разных и писи есть но они все меркнут по сравнению со следующим типом и писи который самый мощный из всех это сокет и он позволяет нам соединять процессы не только на одной машине но и на разных машинах вообще где угодно в мире это называется и писи сокеты они бывают двух типов это доменные unix сокеты это только локальные сокеты они как и писи на одной машине работают и больше никуда не могут в сеть ходить есть глобальные сетевые соки сетевые мы будем на следующей лекции смотреть сейчас пока будет введение в целом про то как работает сокетами в том числе с юникс в основном будем юникс смотреть самая простецкая функция чтобы создать юникс до доменный unix сокет эта функция сокет пэйр она очень похожа на pipe тем что она тоже создает канал из двух файловых дескрипторов только в отличие от pipe он двунаправленный я могу в любой из этих двух файловых дескрипторов читать в любой писать получается канал двунаправленный в pipe он был только однонаправленный понятно да сейчас сейчас посмотрим сейчас каждый аргумент буду рассказывать сначала смотрим на этот аргумент что работает как двунаправленный pipe а это пока не смотрим это как если бы я два пайпа позвал с двумя разными массивами fd да не можно был можно было бы их связать без сокет пэйр и вот сокет пэйр лобин тем что через него можно получить представление о том что вот это вот такое потому что оно будет нужно дальше сначала смотрим протокол что такое вообще протокол что что это за понятие протокол в сетях сокетах это соглашение о том в каком формате мы будем передавать данные от одного сокета к другому клиента к серверу там для от одного клиента клиенту от пира к пиру то есть это описание вы помните как я когда сообщение очередь клал я говорил что у меня сначала идет тип потом идет размер потом данные я говорил какое поле какого размера вот это фактически протокол описал свой прости простецкий из трех полей кроме того в протокол может входить соглашение о том как данные обрабатывать например если у меня протокол у меня меня протокол может описывать что данные надо обрабатывать как сплошной поток байт или что данные надо обрабатывать как отдельные пакетики протоколе может быть описано надо ли исправлять ошибки в этих пакетах они могут возникнуть например по проводам что-то передаем в сети у нас электрический сигнал может испортиться особенно при передаче на большие расстояние там будут ошибки возникать надо ли их исправлять если есть ошибки то надо ли их исправлять или вообще выкидывать пакет надо ли соблюдать порядок пакетов если они дошли в каком то порядке перемешанном почему-то надо ли переотправлять потерянные пакеты это сейчас уже говорю про конкретно tcp и udp которые у всех на слуху такие протоколы есть айпи это тоже протоколы протоколы они могут как бы наслаиваться друг на друга мы берем данные заворачиваем их в первый протокол какой-то самый низкоуровневый там физические например их заврать его заворачиваем следующий протокол который описывает уже там маршрутизацию его заворачиваем следующий протокол который описывает надежность или ненадежность там цепи юнипи и поверх этого еще всякие протоколы можно нагромождать протокол почты там смтп или http протокол интернетовский разные такие штуки есть не нужно запоминать их все названия главное пока понять что протокол это просто соглашение о формате передаваемых данных их обработки их очень много их столько же сколько способов можно себе вообразить обработки данных все их невозможно как бы знать и вот еще один пример протокол я здесь написал давайте что у нас пакеты будут максимум 512 байт первые четыре байта размер пакета с таким-то порядком байт дальше будет тип здесь я описываю что делать если там какое-то нарушение у нас порядка этих пакетов или ошибок пример описания получается можно посмотреть какие протоколы у вас поддерживает линукс ну на линуксе это сработает на маке не знаю как посмотреть есть такой файлик это c протоколов можно там посмотреть список всех протоколов он там довольно большой и здесь обрезал которые у вас в линуксе поддерживаются в еды сразу вот и если хочется больше про каждый из этих протоколов прочитать которых там очень много есть такое в линуксе команды man protocols и там вы можете уже утонуть как в википедии листа и бесконечное описание разных протоколов кто зачем нужен что что для чего служит вот но обычно вот этот аргумент type который мы дальше будем смотреть он однозначно определяет протокол и по умолчанию моего пусти всегда задаем ноль не нужно задавать там конкретно это будет ай пить сепи югипи что это за протоколы вот эти и пить сепи там на следующей лекции будем смотреть пока нужно запомнить что в целом протоколы явно указывать обычно пусти никогда не надо вопрос надо знать что они есть если он когда-нибудь понадобится в эту лекцию вспомнить и посмотрите этот man protocols сделайте что он там надо мы их будем везде просто в ноль засетовать тогда socket pair и любые функции которые работают сокетами они его сами выберут нужный типа значение по умолчанию такое следующее это тип тип сокета он описывает способ работы с сокетом уже они с они протокол передачи у нас для разного для для одного и того же протокола могут быть разные типы работы с этим протоколом самые известные типы это сок дграмм и сок стрим сок до грамм это когда мы говорим что у нас поток байт надо разбивать на пакеты которые какого-то ограниченного размера когда мы говорим что нам нужен тип сокета сок стрим мы говорим что у нас поток данных которые мы пишем читаем он выгонит их сплошной поток байт как файл как будто бесконечный это обычно tcp сок до грамм это югипи или дипи он пакетиками по сети передает и у нас не гарантируется там недоставка непорядок ничего потом стримовые сокеты обычно нам гарантируют исправление ошибок и порядок и гарантию доставки все на свете есть еще много разных типов из них еще один интересный соки троу это если мы он работает почти когда грамм только как я говорил когда данным передаем они заворачиваются в кучу заголовков разных протоколов и соки троу ну и когда мы не используем рову эти протоколы они сами срезаются и нам возвращают уже наши данные а можно самому свои протоколы реализовывать если использовать соки троу то есть мы получаем как бы доступ сразу к среде передачи данных это можно свои протоколы реализовывать но это такой очень низкоуровневый тип может быть нужен если какой-то драйвер пишет он выверт поисели что подобное понятно да что есть такие можно передавать пакетиками можно передавать сплошным потоком байт она внутри все равно будет пакетиками но пользователь будет видеть по-разному либо потоком либо пакетами она и останется есть домен домен определяет семейство протоколов из которого мы уже выбираем конкретные протоколы как с ним работать то есть получается такая тройка домен тип протокол домен от семейства протоколов потом мы говорим как именно мы хотим с этими протоколами работать и потом выбираем конкретный протокол вот возможные домены есть сегодня будем смотреть конкретно домены if unix у него еще синонима их local это локальная машина то есть такой домен это обычно означает что какие вам протоколы там не выбрали на самом деле не будут собираться не будут тратиться на них какое-то время на их сборку разборку потому что по сети ничего не посылается такой домен подразумевает что у нас все данные напрямую через ядро из одного процесса в другой будут проходить и там не нужно не строить никакие протоколы сложные типа и петелью дипи вот есть семейство протоколов и нет это протоколы на базе айпи версии 4 например это сам айпи версии 4 это цепи поверх айпи версии 4 и дипи поверх него же то же самое но это то есть это много протоколов 1 1 протокол описывается то же самое для и пи версии 6 что поверх него можно строить это штука для сок роу сложат теперь если мы хотим сыр и пакет площадь и там еще много разных доменов есть как правило используются вот либо это либо это даже вот этот еще редко и заяц обычно и завид либо это либо это причем unix доменные сокеты unix вы они кажутся такими редкими типа какой-то как будто сделали просто ради того чтобы сделать потому что было интересно на самом деле доменные сокеты они работают гораздо быстрее чем если мы будем на одной машине из одного процесса в другой гонять через сеть через ядро будет гораздо быстрее потому что не нужно будет собирать всякие заголовки этих протоколов нас данные будут как будто через очередь сообщений передаваться вот понятно да вот с этими тремя штуки это была функция сокет пэйры сейчас мы посмотрим как можно ее чушать вот здесь у меня пример который до пример такой у меня есть процесс когда он запускается я ему указываю я хочу использовать пару сокетов стримом или пару сокетов пакетами просто чтобы потом можно было показать в чем будет разница когда я запущу программу вот я создаю пару сокетов с доменом unix с стримом или до грамма протокол я игнорирую он мне не нужен явно он там сам по умолчанию нужный выставиться или вообще никакой не выставиться потому что у нас локальный момент и передаю массив из двух сокетов в которых создастся этот двунаправленный канал создаю канал и создаю потомка который будет пытаться из этого канала бесконечно что-то читать я вот решил сделать так ну короче я использую на самом деле это как обычный pipe однонаправленный я здесь не использую возможность записи чтения в один и тот же сокет вот поэтому я ненужный соки здесь сразу закрываю и у меня потомок начинает бесконечно пытаться что-то читать и печатать сколько он прочитал родитель тоже свой сокет ненужный закрывает потому что он будет только один и знать вот этот и он отправляет то количество байт которые я веду с клавиатуры вот у меня есть какой-то ограниченный буфер там на меня нужно на мегабайт вот я с клавиатуры ввожу сколько байт я хочу отправить потомку мы будем сейчас смотреть как тип сокета влияет на то сколько байк байтов за раз будет получать потомок вот и скомпилировал запустил сначала я создал пару сокетов типа стрим я посылал туда 30000 байт 50000 байт они сколько послали столько и получили за раз как будто бы сплошняком потом я создал сокет татограммный да и тут еще проблема с этими стримами не знаю это только на майке или на линуксе тоже он на линуксе тоже это по ходу проблема чисто юниксовых сокетов что у него там максимальное количество байт которые за раз можно туда записать его ограничено поэтому здесь я уже пробую миллион бы 100 тысяч байта здесь я даже не пробую потому что у меня все падает главное что надо понять что стримом на пакеты не разбивает он либо посылает потоком либо вообще не посылает датаграммы выглядит так я посылаю 50 тысяч послалось за одно сообщение посылаю 100 тысяч осталось тоже за одно сообщение посылаю миллион это уже почти мегабайт и у меня клиент получил не сразу миллион он получил раз два три четыре пять пакетов которые в сумме дали этот самый миллион то есть даграмм позволил сокету разбить большую порцию данных на кучку пакетов вот в чем разница между до граммом и стримом так это была функция сокет пэйр на ее примере мы посмотрели что такое домен что такое тип сокета что такое протокол но она она как бы мы видели что там нельзя имя сокета задать то есть она работает анонимно как pipe мы создаем и это можно видеть только в потомках это получается ничем не лучше чем обычный pipe реально но доменные сокеты они позволяют создать их именованными для этого есть такой вот набор и есть функции чтобы сокет создать мы сначала создаем не сдавая имя просто домен тип протокол то же самое что было высокий твер и потом когда сокет создан еще он еще не может ничего не писать не читает не слушать какие-то соединения входящие ничего не может делать он просто создался и все и теперь ему можно присвоить имя имя сокета это адрес это не просто какая-то строчка это обычно какой-то адрес сокета которого можно коннектиться другими сокетами которым можно подсоединяться как к серверу дальше мы смотреть еще что можно с этим биндом делать пока надо понять что сокета можно вот здесь присвоить имя после того как он создан вот сокет и вот его имя после того как мы присвоили сокету имя можно либо начать им сразу пользоваться тогда у нас будет connection лес сокет то есть можно сделать два сокета оба сделают бинд если они знают имена друг друга они смогут друг другу уже что-то посылать это типа peer-to-peer такая получается работа у нас нет какого-то сервера который обслуживает все входящие соединение централизованно если мы хотим сервер который будет принимать клиентские соединения и обслуживать их централизовано то есть именованный сокет будет только один а see остальные не имена вам на будут ему канектиться тогда мы делаем ли стран после бинда лицом говорит что этот сокета он не будет служить для чтения данных он будет служить для приема клиентов х соки так на котором мы сделали listen, можно будет коннектиться вот по его имени, вот этому. И когда мы будем коннектиться, сервер, который вот сделал listen, процесс, который сделал listen, он сможет наше присоединение принять, назвав accept. И ему вернется сокет уже, в который можно будет писать. Наверное, сейчас было ничего непонятно, сейчас будем смотреть пример. Вот какие способы, которые я описал использование сокета. Во-первых, можно создать именованный сокет с соединением, как я описал. Это псевдокод, он не скомпилится, я просто здесь название функции обозначил. Мы создаем сокет, присваиваем ему какое-то имя и начинаем этот сокет слушать. И в цикле принимаем соединение. Пока соединений нет, эта функция заблокируется, ничего не будет происходить. Потом другой процесс тоже создает сокет и сразу делает коннект. Он не делает бинт, он может уже сразу подсоединиться к уже именованному сокету, к какому-то серверу. То есть, этот сервер именованный, и к нему анонимные клиенты подключаются. И вот он к нему подключается, и тогда accept вернет вернет... Вернет... сокете. Можно сюда писать, читать, и это будет видно здесь. То есть, сокет вот этот вот, который сделал Лис, он позволяет создавать двунаправленные каналы для каждого пришедшего клиента попарно. И мы в цикле принимаем всех клиентов, и можно там для клиента свой поток выделить, можно свой процесс, можно сразу ему что-то послать, его закрыть. Уже по-разному там дальше реализуется. Это был способ типа connection-rent от сокета, когда мы выделяем один центральный сервер, и к нему можно коннектиться. И, как я говорил, можно сразу после бинта уже начать без коннектов каких-то, обмениваться сообщениями, будет peer-to-peer такое сообщение, без выделенного сервера. Оно делается так, мы делаем два сокета, каждому делаем бинт к какому-то адресу. И если мы заранее знаем адреса друг друга, мы можем делать функции send to receive from. То есть этим сокетом я сделал сокет, потом бинт, и могу сделать send to вот этот адрес. И этот сокет тогда здесь сможет прочитать через receive from. И наоборот. Почему здесь нельзя сделать read-right? Потому что у нас этот сокет, он не привязан к никакой паре, у него нет пары фиксированный. Поэтому, когда у нас нету соединения, сделанного через connect к лисуну, нам приходится явно каждый раз адреса-то указывать. Понятно? Вот. А это сервер, это тоже процесс? Да, это может быть процесс, но я под сервером имел скорее сокет именно. То есть я могу внутри одного процесса вот это все сделать между разными потоками. В этом будет мало смысла, но мне ничего не мешает это сделать. А я могу два разных процесса создать. Один процесс сделает слушающий сокет на таком-то адресе, а другой процесс сможет к нему приконнектиться и начать с ним общаться. И много клиентов смогут одновременно к этому серверу приконнектиться. Каждый раз Ацепт будет новый сокет возвращать. У нас будет много вот таких пар. Так работают серверы, типа HTTP серверы, там всякие, когда мы на сайт заходим, есть какой-то удаленный HTTP сервер, к нему много разных посетителей подключаются, скачивают какие-то файлики. Там тоже в итоге всегда зовется сокет, бинт, лисен и Ацепт на каждый наш заход на сайт. Это было три способа использования. Теперь посмотрим, как именно по этим способам пройтись, как вот эти вот функции вызывать. Пока мы знаем, что вот есть какие-то функции, надо их в такой-то последовательности позвать, и все будет работать. Как именно их позвать, с какими аргументами. Вот эта структура вообще очень всех пугает, она такая сложная, кажется. Это имя сокета, и это имя сокета почему-то не консчер звездочка, как мы привыкли с файлами. Все дело в том, что у нас от типа сокета зависит то, как он будет именоваться. Если у нас тип сокета ifinet, не так, от домена зависит. Если у нас домен ifinet, то есть сетевой, то у нас тип сокета, имя сокета это будет не консчер, а звездочка, это будет ip-адрес. Если у нас доменный сокет, то имя сокета это будет строчка. Если у нас еще какой-то сокета, то там будет еще кат сложная структура. То есть эта структука сок-адр это базовая структура, от которой наследуется множество других сок-адров. Здесь используется сишное наследование. Сишка, она как бы не объектно ориентированный язык, но, тем не менее, на ней можно писать объектно ориентированно. Хоть это иногда и выглядит не очень интуитивно. Вот структура сок-адр, она объявлена вот так. У нее есть два стандартных мембера, которые в стандарте как бы есть, и они есть во всех реализациях. Он почему-то называется family, на самом деле это домен. Это вот те самые unix, f-inet, и какой-то padding. Я, честно говоря, не могу однозначно объяснить происхождение этого padding. Я думаю, что это сделано за тем, чтобы в будущем можно было в стандарт добавлять сюда новые поля за счет запихивания их в этот padding. Ну, короче, в общем, он есть какой-то здесь, чар-дат, и он зачем-то может юзаться в будущее. Это базовая структура, и от нее наследуются другие сок-адры, которые описывают имена сокетов конкретного домена. Если у нас домен f-inet, то сок-адр выглядит вот так. У него первый мембер точно такой же, family. Это один из типов наследования, когда мы общие атрибуты структуры включаем во всех их наследников. Обратите внимание, здесь везде эта фамилия есть. Вначале, на той же позиции, что здесь. Это такой вариант. Мы на следующем слайде посмотрим более общий случай такого наследования. Пока стоит знать, что от сок-адра можно наследовать много разных структур, и они наследуются. И у них есть общий мембер, по которому, имея только структ сок-адр, указатель на структ сок-адр, можно понять, какой именно это сок-адр. NL, UN, INN или еще какой-то. Дело в том, что этот бинт, он же принимает структ сок-адр, и он не знает, что здесь сок-адр и нетовский, или юниксовский, или нетлинковский, или еще какой-то. Чтобы понять, какой это именно сок-адр, он смотрит на вот этот мембер. И вот этот мембер, он однозначно ему говорит, что здесь сок-адр in, или сок-адр юн. То есть, он смотрит, если са-фэмили у структ сок-адр равно if-unix, значит, можно эту структуру безопасно кастовать к этой. Если здесь са-фэмили равно if-in-et, то ее можно безопасно кастовать к этой. Внутри бинда это будет смотреть, если ему это будет надо. Зачем все это наследование? А за тем, что мы же не будем на каждый тип сокета свою версию функции бинд реализовывать. Это все-таки системный вызов, их количество хочется сохранить каким-то ограниченным. Поэтому делать бинд с у кадр in, бинд с у кадр юн, бинд с у кадр нл нет смысла. Проще отнаследоваться от одной структуры, и бинд уже внутри разбирается. Понятно, мотивация всех этих плясок. Это такой тип наследования, когда общие атрибуты базового класса, базовые структуры включаются во всех наследников. И тогда наследника можно обратно кастовать к базовому безопасно. Я не смотрел, честно, никакую литературу, по-моему, наследование Сишки, но я знаю, что есть минимум два типа наследования, может, еще какие-то есть. Первый интуитивный способ наследования в Сишке, самый простой, это когда мы, имея базовую структуру, просто берем и включаем ее как мембер в наследников. И тогда мы можем ее безопасно кастовать обратно к базе. Вот у меня есть наследник, я могу его безопасно к структ-бейс кастануть, потому что у меня в начале структ-бейс лежит. Понятно, да? У меня память структуры derivative, она устроена в начале точно так же, как память структ-бейс, поэтому я могу его использовать как структ-бейс. Это как в плюсах мы можем класс кастовать безопасно к его родителю, использовать вместо родителей. И есть второй тип наследования в Сишке повторением филдов просто всех. Это как если бы мы взяли здесь структ-бейс просто заинлайнили сюда все его атрибуты, вот это будет так выглядеть. Мы берем общие атрибуты инлайнили сюда. Пейдинг, насколько я знаю, если есть, он не инлайнится, хотя может и инлайнится, я не помню. Ладно, суть не в пейдинге, а в том, что общие атрибуты просто копируются во всех наследников. И зачем может быть нужен такой дурацкий способ наследования, если он дает в итоге то же самое. Мы тоже можем кастовать структуру к базе, потому что начало у них устроено одинаково, да, замечательно. Почему нельзя просто структ-бейс сюда засунуть? Затем, что у нас иногда структ-бейса в файле, который, ну, обычно проект состоит множество заголовочных файлов, и в этих заголовочных файлах объявлены какие-то структурки, а иногда структурки объявлены в сишных файлах и в заголовках вообще не светятся. Тогда мы просто не имеем никакой возможности структ-бейс куда-то там включить, если он только в сишке определен. Или мы не хотим плодить зависимости, что у нас каждый какой-то ашник, заголовочный файл будет один какой-то base.h инклудить. Мы так не хотим. Мы не хотим зависимости плодить, чтобы у нас файлы друг от друга зависели. Ну, такой дурацкий способ применения, который, может быть, рассказывали вам... А, это на техносфере рассказывают. Короче, уменьшение зависимости заголовочных файлов друг от друга, оно дает то, что когда вы один из этих заголовочных файлов меняете, у вас меньше сишных файлов перекомпилируются. Когда у вас много зависимости, ашники друг друга как-то взаимно постоянно там включают, у вас изменение одного ашника может привести к тому, что придется все перекомпилировать, потому что много где инклудился. А если у вас ашники относительно самодостаточные и друг друга редко инклудят, тогда в случае большого проекта у вас изменение одного заголовочного файла вызовет перекомпиляцию только какого-то подмножества сишников. Понятно, да? Но я не уверен на самом деле, что это единственная причина. Есть, наверное, еще какие-то, про которые я просто не знаю. вот это самые очевидные, которые в голову пришли. Вот. А, да, вот еще одна причина. Допустим, у нас есть соглашение по именованию атрибутов. Обратите внимание, что в этих структурах все атрибуты начинаются с одного и того же префиксов. SoCADR in начинаются с SYN типа SoCADR in Family. SoCADR in Family. Нет, нет. SoCADR in SoCADR in SoCADR in типа SYN получается. Здесь уже не SYN, здесь NL точно такой же префикс. У всех NL. Здесь у всех SYN типа SoCADR Unix SoCADR Unix. Если мы сюда возьмем и включим SoCADR как базу, нам придется до Family достукиваться не как до San Family, а как до до точка Base с точкой SAF имели. То есть будет как-то слишком по-разному мемберы именованы. Я не знаю, откуда такая мотивация называть все мемберы с одинаковым префиксом, но вот она есть, она используется в ядре и во всяких либах, в том числе в липси. Так что это еще одна такая мотивация инклудить мемберы напрямую, а не наследоваться включением. Потому что я могу здесь назвать эти мемберы не Base Field 1 а Derivative Field 1 и здесь называть его Derivative Field 2. Его все равно можно будет использовать как Base, потому что имя никак не влияет на то, как оно в памяти лежит. Понятно, да? И мы сегодня будем смотреть только SoCADR UN, а SoCADR IN в следующий раз. SunFamily, как я уже говорил, надо сделать IF Unix, чтобы Bint у себя мог определить, что SoCADR, который ему передали, это именно SoCADR UN. То есть это просто мембер базовой структуры. Он не отвечает за именование, за адресом, какой-то адрес у Unix SoCADR, это на самом деле строка. Это все тот же путь к файлу. У нас, как мы уже могли заметить, все локальные именованные EPC на одной машине почти всегда делаются через файл, в том числе и Unix SoCADR. Мы сдаем имя файла и когда мы делаем Bint, файл этот создается, но это такой специальный файл, который нельзя ни читать, ни писать, но его можно удалить и через него идет взаимодействие пары SoCADR. Вот. Понятно, да? Теперь посмотрим пример, как использовать можно эти Unix SoCADR. для процессов, которые не являются наследниками друг друга. То, что у нас не получилось бы сделать с пайпом, с маппом, это можно было бы сделать с очередью сообщений, но мы хотим все-таки сокеты попробовать. Если мы здесь заменим Unix SoCADR на интернетовские сокеты, то это можно будет на разные машины даже разнести. Этот пример не особо меняя код. Пример следующий. У меня есть три процесса, и они объединены в кольцо двумя сокетами. У меня процесс инициатор имеет свой сокет, процесс два, процесс три имеют свои сокеты, три сокета. И они знают адреса друг друга. У меня здесь нет никаких лисен, никаких коннектов. У меня будет здесь пример чисто про connectionless сокеты. Когда я делаю сокет, бинт, и потом сразу send to receive from. У меня есть такое кольцо, и когда процесс инициатор может по этому кольцу запускать число, которое он читает с клавиатуры. Он читает с клавиатурой число n, посылает его процессу 2, он его увеличивает на единичку, пл ссылает дальше, процесс 3 его еще на единичку, увеличивает, и приходит обратно к инициатору. Посмотрим, как выглядит функция инициатора. та функция, которая будет инициатор в себе выполнять бесконечно, пока с клавиатурой что-то вводится. Он читает с клавиатурой число и делает send to. Здесь я ему передаю адрес его соседа следующего, мы посмотрим, как я его создал, пока надо просто увидеть, что он его знает, короче. То есть инициатор знает вот этот сокет, куда надо передавать. и он пишет send to сокет, на какой адрес надо передать данные и что надо передать. Здесь я никакой не буфер передаю, просто число передаю. Число и размер этого числа. И флаги здесь тоже можно всякие передавать, но они там флаги, которые есть на всех операционных системах, их довольно мало, и поэтому на линуксе очень много всяких разных флагов, которые можно в send to передавать, а на маке их очень мало, поэтому я здесь не особо буду показывать эти флешки. Здесь я их просто ноль передаю. Похоже на флешки, которые мы в очередях сообщений использовали, который там no wait был, вот этот вот. Я отправил что-то, напечатал сообщение о том, что отправил, и теперь ожидаю получить это сообщение, ну это же число обратно через это кольцо. Вот здесь я делаю receive и жду, пока мне что-то придет. Здесь я заблокируюсь, пока мне число не вернется. Когда оно в этот весь этот круг пройдет, оно ко мне вернется, я его прочитаю в этот буфер и распечатаю, что мне в итоге пришло. Чтобы исключить вариант, что мне пришел какой-то бред, который случайно совпал с набером, я здесь отдельную переменную даже для этого объявил и читаю в нее, а не в нами. Вот. Это была функция инициатора, как он работает. И теперь функция, которую вот каждый из этих двоих выполняет. Они просто трансмитеры, они что получили, то и что получили, то и отправили дальше. Они тоже своего соседа следующего знают по кольцу, они получают число, увеличивают его и посылают дальше к следующему. И теперь как будет выглядеть мейт-функция. Каждому процессу, участнику этого кольца, я через rgv передаю его идентификатор. Идентификатор ноль означает, что я инициатор, и остальные это участники кольца просто. И у меня it-процесс с it-идентификатором связан сокетом с процесс it-идентификатором отправляет сообщение процессу с it-плюс первым идентификатором. Нулевой отправляет, первый отправляет второму, второй отправляет третьему, третий обратно первому. Кольцо, короче. Вот я здесь этот идентификатор передал, распарсил его из строки и создал сокет. Я буду здесь датаграммы посылать, потому что сок стрим требует того, чтобы сделали рисы на коннект, он не будет работать с сырым биндом и сразу, если сенту делать, такое ограничение есть. Если мы используем сокет плюс бинд и сразу же отправляем данные, только датаграммы туда можно, потому что он connectionless. Сок стрим он обязательно требует, чтобы соединение было установлено. Поэтому я здесь буду пакетики посылать, вот те самые числа, которые мы выше там смотрели. И вот я заполняю структуру сокадр юн. Я у него присваиваю феймили и говорю, что твой сокет будет файлик с таким-то названием сок и твой айтишник. И у меня такой файлик появится прям рядом с исполняемым, когда я сделаю бинд. Нет, да? Вот. Я сделал бинд, вот у меня этот файлик появился, сокет создался, я теперь могу делать над ним send to, receive, receive front, разные штуки. И теперь я определяю своего соседа. Соседа я определяю как айтишник, плюс один по модулю трех, чтобы нулевой отправлял первому, первый второму, второй нулевому. кольцо короче. Вот. И здесь, если я инициатор, то я выполняю функцию инициатора, иначе я выполняю функцию трансмитера. И вот я этот nextader здесь передал, который мы раньше юзали выше. Посмотрим теперь, как это работает. Вот я запустил инициатора с айтишником 0 и запустил двух участников кольца. У меня этот пишет сюда, этот пишет сюда, я передаю число, я с клавиатурой ввел единичку и мой инициатор ее отправил. Следующий участник кольца получил единичку, увеличил на один, отправил двойку. Следующий участник кольца получил двойку, увеличил на один, отправил тройку, этот получил ее обратно. И все. Да, и все. И ничего больше тут не происходит. Просто демонстрация, как можно с датаграммами работать, не используя connect, listen и всякие. Понятно было все, да, тут? И теперь посмотрим, как можно использовать connection-oriented сокеты. Сейчас мы делали socket плюс bind плюс, сразу отправляли данные, теперь мы сделаем сервер выделенный, который будет делать, который будет делать socket bind плюс listen плюс accept и сделаем клиентов, который будет делать socket плюс connect. Короче, у нас следующий пример будет с сервером и клиентами. У нас будет один сервер, который снова принимает числа от клиентов и возвращает им числа, увеличенные на один. Клиенты, чтобы послать число серверу, должны сначала к нему подключиться при помощи connect, потом что-то послать, получить и сделать close. ну, короче, мы посмотрим, как можно обмениваться сообщениями с сервером, используя accept и connect. И вот у меня есть такая функция worker, ее каждый клиент запускает. Когда клиент создается, он делает socket, делает connect и в эту функцию передает получившийся socket. Потом посмотрим дальше, как он его создает. Сначала посмотрим, как он отправляет данные, получает. Вот создался клиент, он выше там сделал свой connect, взял этот socket и когда у нас socket connection-oriented, нам не обязательно использовать send to, receive, мы можем работать с этим socketом как с файлом. Мы можем использовать функции read, функции write, обычные, как мы с файлами юзаем, функцию close. То есть, socket, который connection-oriented, он неотличим от файла практически. Можно с ним использовать все файловые функции. Когда к серверу подключается клиент, сервер этому клиенту создает поток, в котором этот клиент обрабатывается. Так что это серверная часть. Надо начать наверно отсюда. Вот у нас код сервера. Сервер создает socket. Мы делаем здесь socks3 вместо dgram и заполняем опять структуру socadr.yun именем сок-сервер. У меня будет такой файлик сок-сервер и к нему будут все клиенты подключаться. Я вот создаю функции bin, потом я делаю listen. Когда я делаю listen, мой socket превращается в слушатели входящих соединений. 128 это я тут передал максимальное количество одновременно имеющихся входящих соединений. если придет еще больше то они будут reject вот теперь этот сок на нем можно звать accept когда будет новый клиент приходить. Я здесь в цикле бесконечно зову accept в попытке получить нового клиента если у меня клиентов нет accept заблокируется и будет ждать клиента. Я здесь начинаю слушать и потом жду клиента. Когда у меня клиент появляется мне accept вернет socket при помощи которого я могу с этим клиентом общаться. и я этот сокет передаю в отдельный тред который будет этого одного клиента отслуживать. Эта функция сразу вернется и сервер продолжит новых клиентов принимать а уже пришедший клиент тем временем в своем потоке будет жить. Понятно да? Вот выше был этот поток. Когда клиент пришел мы ему выделили вот этот поток в котором он будет работать никого другого не блокируя. Он будет читать что ему удаленный клиент пишет увеличивать это на один и посылать обратно. Это серверная часть работы с клиентом. Вот сервер тут на всех создает эти свои потоки. Теперь как выглядит код клиента. Я опять создаю сокет подключаю я буду подключаться этим сокетом к серверу на который я делал бинт здесь. То есть я говорю что я слушать буду на этом сокете сок сервер и подключаюсь я к тому же сокету. Я здесь бинт не делаю. Я делаю сокет и сразу connect. Когда я сделал этот connect теперь я при помощи вот этого сокета могу общаться с сервером вот с этой его частью которая вот тут сидит. я сделал connect и теперь у меня есть соединение с сервером я могу с ним общаться с тем worker тредом который у меня будет все входящие сообщения на единичку увеличивать. Я читаю с клавиатуры сообщения посылаю читаю что мне сервер ответил и печатаю и так делаю бесконечно пока что-то вводит. Посмотрим как это работает. Вот я собрал код сервера запустил сервер он заболочился на цепте ждет пока клиенты придут ничего не делает появляется клиент я его запускаю он сразу же подключился к серверу и у меня создался тред вот эта штука напечатается уже в новом треде выделенном для клиента понятно теперь я могу что-нибудь а я могу еще клиентов насоздавать вот у меня второй тред создался и сколько бы я клиентов не насоздавал у меня на каждого клиента будет свой тред выделяться каждый клиент заболочился на риде сервер все еще на своем цепте получился такой многопоточный сервер и в каждом потоке свой клиент обслуживается теперь я могу кинда данные начать передавать вот у меня клиент я ввел скавиатуру единичку он отправил единичку эта единичка пришла на сервер в один из потоков вот в этот первый этот поток взял увеличил на единицу отправил двойку я это здесь обратно получил при этом остальные потоки с другими клиентами поток которые новые соединения принимают они все еще тоже блочились на своих ацептах ригах это все сейчас только одна пара клиентов работала понятно и теперь второй клиент тоже что-то хочет послать он отправляет 100 его отработать его поток то есть каждый клиент изолированно работает в своем потоке этот поток ему сиселки на единичку увеличивает что теперь будет если я начну клиентов убивать тогда у меня функция read которую я зову в воркере она разблокируется и вернет ноль если read на сокете вернул ноль это признак конца признак закрытого соединения я это вот здесь использую в коде вот у меня воркер смотрит если у меня read вернул ноль значит удаленный клиент закрыл соединение я выхожу туда вот здесь я кельнул клиента и у меня поток об этом узнал вышел из цикла и поток завершился ресурсы все освободились теперь я еще одного клиента убиваю а у меня второй поток тоже завершился и все теперь сервер опять не имеет ни одного потока просто ждет новых клиентов создана сегодня все домашку я выдать уже сегодня я хотел выдать домашку на потоке но походу я не успею ее уже выдать я не успею Продолжение следует...